Все, давайте дождемся Он сейчас пойдет Ты уже нажал, да? Да, я пытаюсь его найти Блин, да где же он опять? В смысле? А, Оркота? Вконтакте, нет, Вконтакте Оркота я нашел Что, что Вконтакте, не поняла А, сам этот стрим я пытаюсь найти А, все, вот он пошел Все, давайте дождемся Он сейчас пойдет Так, ну Я вижу, что стрим уже пошел Да, я тоже вижу Все хорошо, все работает Да Ну что, привет, ребята В связи Джей Лайс Никого нет Что ты меня перебиваешь Еще раз привет, ребята На связи Джей Лайс Рады вас видеть, мы сегодня продолжаем Нашего Орка Мы вчера Работали над формой Силуэтой Силуэтом Простите, заговариваюсь Волнуюсь Первый Первый, уже второй Летний стрим Это так здорово, ребята Мы сегодня в той же компании С нами Дмитрий Каноненко Дима, привет Привет Наш соведущий Игорь Черепанов Игорь, привет Привет Меня зовут Анастасия Виноградова Ну что, Дим Для тех, кто Присоединился И присоединится Недавно Расскажи нам еще раз Что у нас сегодня По плану Мы вчера Набросали все формы Тебя, я так понимаю Все это устроило Ты говорил, что ты Смог добиться Как ты говорил Форму Орка Вот, очень интересно Ты это Вот Так вот Завернул Что мы сегодня Будем делать? Ну Я сегодня буду Детализировать И там просили Какая-то детализация Должна быть На нем И Поставлю В какую-нибудь Его поску И все А потом Отдам этот файл Если хотите Там напечатают Если кто-то Кому-то нужен будет Не знаю Окей Хорошо Ну Тогда Удачи тебе В скрипте Ребята Пишите в чат Мы активно общаемся Мы здесь Собственно Ради этого Будет здорово Если будете Задавать нам вопросы Поддерживать Такой дружеский дух Обязательно Скуптите с нами Открывайте софт Присылайте свои работы Ребята Это всегда Очень вдохновляет Что вы так Вместе с нами Проводите время Это всегда Очень и очень здорово Напоминаю Что Сегодня мы будем Давать фидбэк В нашем сообществе Первая запись Как раз Запись о Этом стриме Вы ее не пропустите Мы договорились Что мы примем Только 10 работ И хочу обратить внимание Что 5 работ Мы уже получили Ребят Поэтому Если вы хотите Получить фидбэк То Пожалуйста Поторопитесь Вот я буду Периодически это Напоминать Во время стрима Потом я просто Его Ну Я закрою комментирование Поэтому Влезть Без очереди Не получится Или по блату Ну Но это уж Мы договоримся Нет Не получится Ребята Не получится Вот Правила для всех Одни Ну что Ребята Как у вас настроение Дима Игорь Поделитесь У меня отлично Я купил Газонокосилку Еее Это классно Косить газон Это здорово Жить в своем доме Это просто зашибен Как ты себя чувствуешь Игорь Очень плохо У меня Нету газона Газонокосилки Которую я мог бы И использовать Теперь мне хочется И на самом деле Дима Ты правда Смуту внес Потому что Ты слишком О соблазнительных вещах Просто Рассказывал О каких? Может у тебя еще Игры есть Признавайся О частном доме Там вот это все Выйти во двор Частный дом Камин Баня Собака Да Слушай Он ужасный человек Просто Что он делает Нет, камина у меня нет К сожалению Собака есть Гриль-то есть? Гриль Гриль Не, не Гриля нету Я вспоминал Что это такое Нет, нет Зачем? Колбаски пожарить Вечер Ну вот так Можно выйти Как можно без колбасок Как она там Называется Вот это вот Мангал Да, мангал есть Зашибись Просто сказочек Нет, частный дом Это круто Да, никто и не спорит Действительно круто Ребята в чате Всем привет Рады вас видеть Присоединяйтесь к нам Пишите активно в чате Все читаем У меня, ребята К вам сегодня Такое предложение Вчера мы говорили О вещах достаточно Таких земных Насущных О работе Об опыте Кто как учился Сегодня я предлагаю Вам поговорить О немножко О таких более Духовных Абстрактных Вещах Об идеологии Которые вы несете О вдохновении О призвании Может быть Как вам такая идея? Какую мы идеологию несем? Что-то какая-то Очень тонкий лед Я на это слово Зацепилась Потому что Вчера Собственно Ты сам употребил Это слово Когда говорил Про линии Про Собственно Своё обучение У учителей И Ты Сказал такую фразу Что Вот Эта идеология Мне близка Вот И Мне на самом деле Стало интересно Я специально Не сказала тебе вчера Потому что Это Мне кажется Просто Ну это Отдельный разговор Вот Он может Очень долго Длиться Вот Ну раз уж Ты и первый Начал Как говорится Вот Расскажи про это Еще Я не помню К сожалению Можешь Немножко Отсвежить В чем В каком контексте Я говорил Я Это Именно Это И хотела У тебя Спросить В каком Контексте А Наверное Если Если брать Самого Саймона Ли То что Он Достаточно Поздно Пришел В индустрию Это Очень Прикольно То что Там Например Спрашивают Кто-то Что В каком Возрасте Там Человек Просто Занимался Любимым Делом Делал Это И Все Получилось У него Достаточно Прикольно Вот Но он Не сидел На печи Как Понять Мы С ним Общались Так Прикольно Очень Прикольно Блин Да Ты Посмотри Что Так Опять Зависит Собака Такая И Кстати Крам Нам Включили Чтобы Что-то Делали С С Это Сидит Там В одиночестве Гордом Так Опять Делаем Эту Процедуру Очень Интересную Как Мне Вчера Подсказали Клоус Виндол Да Ага Да Сейчас Он предложит Тебе Сохранить Нифига Ну И Ладно Я думаю Что там Крик Сейбл Нет Я думаю Нет Давай Будем Надеяться Факапы Случаются Но Мы Не Исключение К сожалению Это Просто Не Дострем Очень Странно Почему Это Случилось Происходит Это На Каком То Непонятном Процессе Ну Слушай И Вчера Вначале Было Сегодня Вначале Можно Поковыряться Я же Даже Не Сохранил То Что У Меня Было Ё Моё Блин Может Здесь Я Посмотрю Нет Здесь Сохранено То Что Я Хотел Просто У Меня Была Одна Задумка Я Потом Ее Покажу Если Я Успею Если Не Успею Она Так И Останется Задумкой Эх Ты Подготовил Нам Работу Своего Сына Ты Обещал Я Вот К сожалению Не Успел Но Я Думаю Я В Процессе Я Смогу Найти Хорошо Договорились Сейчас Я Давайте Я Еще раз Сохранюсь Уже Уже Чтобы Не Потерять Ничего И Вы Меня Также Контролируете Чтобы Я Ничего Не Это Опять Так Не Потерялось У Меня Это Прям Безумие Кстати После Сохранения У Задбраша Всегда Пропадает Степень Нажатия Кисточки Это Прям Тоже Какая Шляпа Вообще Вот Я Говорю О том Что В любом Возрасте Начинать Не Поздно И Не Страшно А Вот Насчет Страшно Многие Люди Боятся А Чего Боятся Общественное Мнение Какие-то Предрассудки Ведь Считается Что Знаешь В 30 лет У тебя Должен Будь Ребенок Частный Дом И Должен Работать На заводе Да Это Какие-то Устаревшие Представления Но На деле Оказывается Что Очень Много Людей Все Еще Придерживается К сожалению Вот Поэтому Ты Разве С таким Не Слышался Не Знаю Вот Я Сейчас Скажу Такую Вещь Вот Например Mail.ru Да Чем Она Блин Это Не реклама Это Просто По коллективу Я скажу Одну Вещь Что Компания Она Стареет Вместе Со Своими сотрудниками И это Прям Заметно И Это Прикольно Понимаете Там Люди Пришли Например Двадцатилетними Да А им Уже Сорок Лет Ну Такой Знаете Это Такая Некая Первая Волна Таких Айтишников И которых Там И Трехмерщиков Да Ну Всех Кто Связан Вообще С Чем То С Компьютерами И Вот Там Не Замечаешь Что Как То Ты Работаешь Достаточно Уже Созрелыми Мужчинами Девушками Да И Как Это Все Очень Сильно Ну Нивелируется Не Я там Куда-то Не попал И Все Ужасно Нет Это Не так А можешь Да Прости Продолжай Не Не Все Я Все Можешь Рассказать О каких Нибудь Забавных Случаях Не знаю Может быть Как-нибудь Ты работал Там У тебя Был Коллега Который Я не знаю Все В сорок Лет Решил Бросить Есть Очень Есть Ну Бывают Это Такие Общие Случаи Да Когда Это Очень Опасно Кстати В нашей Индустрии Если Вы Работаете Например Ну Представьте Вы там Работали На Флэше На Каком Нибудь Да Ну Всю Жиз Делали Анимации А тут Бац И Флэш Закрылся И Вы Остались Неудел Это Прям Ну Это Не забавно Это Грустная История И Чтоб Она Ни с Кем Не Повторялась Вы Должны Постоян Учиться То есть Нет Такого Я Выучил Анатомию Как Это Вообще Понять Что Ты Выучил Нет Такого Понятия Такого Не Может Существовать В нашей Жизни Должны Постоянно Учиться Чему-то Новому И Еще В чем Такой Прикол Например Да Сейчас Двухмерщики Они Вообще Молодцы Тоже Подтягиваются Но Арсенал Трехмерщика Для Создания Работы Он Намного Превышает Арсенал Трехмерного Артиста Ой Двухмерный Артист У него Меньше Арсенал Чем У Трехмерщика Хорошо Это Или Плохо Сейчас Они Выходят Из Этого Положения Они Используют Трехмерные Программы Вовсю Подтягиваются К этому И Я Считаю Что Они Как Так Вообще Что Приношло То Серьезно Серьезно Я Не Понимаю Может Она На Формах Полазит Это Подозрительно Действительно Ребята В чате Если Сталкивались То Напишите Пожалуйста Как Вы Ходили Из Такой Фигни У Меня Такая Штука Встречается Достаточно Редко У 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 По работе Вынужден Работать С Восемнадцатой До Самосвязи Нифига себе Очень странно А как Тогда А как А как Их Поддерживать Я немножко Не понимаю В смысле Отдельно Ставишь Пиратские Версии А Зачем Ты Это Сказал Ну Гипотетически Я Да Гипотетически Ребят Можно Поставить Пиратские Насколько Я понимаю Вроде Как Можно Официально Ставить Версии Более Старые Думаю Можно Если Писать В эти В В В Поддержке Думаю Это Можно Сделать Но Насколько Это Как Б Они Сами Миноваты Как Б Шляпу Развели Что Старые Версии Нельзя Ну Что Более Новые Нельзя Старые Открывать Долж Зачем Это Вообще Делают Это Ну Это Не Дурь Я Думаю Что Это Кроме Чисто Маркетингового Компонента Еще И Несет Какую-то Проблемы С кодом Зебраж Все-таки По всей Своей Необычности Достаточно Плохо Сделанная Программа В том Плани Что Очень Много Мусора Очень Много Решений Которые Ставятся Одно На Другое И Возможно Просто Добавляем Фичи Которые Они делают Они Добавляют Таким Образом Что Не Получится Уже Использовать Версию Старых Ну Фиг Знает Возможно Они Просто Ленятся Я Сейчас Интересно Я Что Делаю Я Его Просматривал Вчера Очень Много И Заметил Что Он Плоский Это Такая Проблема И Потому Что Я Леплю Отдельно Тело И Мне Сложновато Отслеживать Некоторые Моменты И Я Сейчас Его По Всем По Всем Сверху Снизу Я Его Стараюсь Просмотреть Чтобы Он Не Был Плосковатым Это Такая С Мордой Мне Удалось Немножко Избежать Этого А вот С телом Нет Он Был Очень Плоский Из-за Этого Я Сейчас Пытаюсь Его Исправить Вот Такое Извините Что Перебил Дальше Ну В общем Моя Лосль Так В принципе Закончилась Учитывая То Что Они Как Много Много Лет Уже Не Заставляют Покупать Заново С выходом На Университет Как Раньше Причиной Перманентно Переводить На Новую Версию Странно Вот Вот Тут Данияр Пишет Что Нужно Нажимать Ctrl S Ну К Сожалению Это ЗПР И Он В тот Момент Когда Написали Это Не Сработало Это Было Слишком Ребят Он Как То Виснет Очень Странно И Лучше Мне Квиксейв Нажимать Сейчас 9 У меня Кстати У меня Похожим Образом Фотошоп Виснет Последнее Время Он Тоже Как Б Работает То Некоторые Условно Анимации Говорят О том Что Работает При этом Ничего Сделать Нельзя Может быть Это Не знаю Может Это С Райзен Как То Нет 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 Я Потому Что У меня Intel Есть Еще Рядышком Стоит Да Это Появилось Вот И Кстати Самое Интересное Что Путем Каких Манипуляций Включения Выключения Вот Браша Например Там Ну Как Обычно Там Зашел Вышел Там В него Ну Вот Так Вот Свернул Он Как-то Это Успокаивается Ну То 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 Браша Потому Что Еще Раз Говорю У Меня Есть Еще У Мне Даже Два Еще Два Дополнительных Есть Компа Это Такие Если Что-то Произошло Чтобы Я Быстро Там Начал Работать Без 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 Отрыва От Производства И Там Продолжается Это Жек А Вася У 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 Потому Что У У Это Вообще По У У У Можно Прям Вообще Сказать Умеет Человек Лепить Или Нет Серьезно Да Потому Что Если Даже Вы Посмотрите Какие То Фоторильные Портреты Или Вообще Очень Крутые Каких То Там Художников Скульпторов И Если У Них Будут Плосковатые У Плоские То Это Сразу Видно Что Человек Как То Он Как прикольная но при прикольный объект я кстати сейчас леплю его с этого у меня есть тут эти набор этих как сказать-то гипсовые ушки да я пользуюсь этими материалами это лучше чем сканы какие-то ну они просто тактильно вы можете посмотреть под разными углами какая глубина потрогать понять какой объем ну такая достаточно прикольная вещь девяточка игорь а для тебя что является показателем мы все знаем что ты очень любишь пластическую анатомию как бы того что да уж и довольно трудные есть куча нюансов включу уж это наверное самая такая различающаяся от человека к человеку вещь что вот именно глаза лепить сложно потому что глаза это зеркало души и у меня глаза сел зеркало души а ну-ка оба сны сейчас я может вам открою америку но глаза это не зеркало нет ну я войти под матрик фактически давайте так глаза не обозначает никакую эмоцию никакую абсолютно они вот есть и есть брови же брови это зеркало души ну это все в комплексе работают но он сушит риза на числе глаза в воздухе эмоцию назначен они помогут характер передать даже без бровей ну а брови что имеешь ввиду что брови и брови передает мимику передают характер если я сейчас налеплю ему вот это например брови да я вот например вот так вот сейчас буду делать и да и глаза там останутся и все равно они вы издалека тоже видите не человеческие глаза вы видите его брови и вы можете понять издалека по состоянии его бровей о человеческом ну агрессивен он или добр удивляется он или плачет и все это показывают брови все вы есть такой момент что сказать всегда нужно идти от общих каких-то форм глаза это достаточно такая очень детализе ну такая точная вещь до которой там не надо более с точности относиться если мы с такого смотрим я там любую бровь буду тянуть например там одну дата мы можем там что-то там если замаскирую да например там подтянет и глаз он никак он моргает и все с то что вот здесь сверху происходит и вот нос да например там еще с какими-то там мышцами то это конечно в брови проанализировать какие-то работы до мастеров именно античности или или эпохи возрождения то это тоже все вот вот здесь вот все работа а ты часто кстати обращаешься к классическим скульптурам это здорово это тебе отдельно уважаем за эту вернемся к нашим баранам ребята мы вот кстати говорили про 2d художников дима не закончил свою мысль но пока мы там пытались разглаголькать разглагольствовать мне в голову пришла такая мысль интересно услышать ваше мнение буквально недавно я столкнулась с таким спором меня заверили что этот спор ведется очень давно вот но я правда встретила его первый раз и я не знаю правда это или нет но суть вот в чем оказывается ведут споры нынче что тд-художник на самом деле это по сути такой ну либо вообще не художник либо недохудожник в отличие от творца 2d-шника который собственно рисует концепты для 3d-шника и собственно мне интересно что вы об этом думаете в геймдеве в отношении нашим и вообще если это достаточно серьезная компания то это да это так мы просто переносим мысли ну вот мысли его концепты просто в трехмерный мир если кто-то на этом может остановиться ну вот плане ну и делаю я да как бы по концептам и все и мне хорошо не парюсь как бы а кто-то идет дальше кто-то начинает делать концепты до какие-то сам и возможно у него что-то получится нет у нас я никогда не видел концепт 3d-художника никогда у нас не видел такого ну чтобы такая то такой человек требовался игорь а что ты считаешь по этому поводу ну во первых в целом это достаточно наивный взгляд на вещи мне кажется то что только 2d-художники художники а 3d-шник это так мимо проходил вот принципе как бы в геймдеве очень часто 3d-художники действительно занимаются переносами но это в идеальном мире в котором концепты рисуют все сразу с четким пониманием как 3d дополнительные ракурсы представляют и прочее прочее часто концепт в лучшем случае передает форму в лучшем случае просто намек смотреть а если это еще какой-то аутсорс где нельзя прийти и гнать концептер пожертвовать то как бы еще и работать приходится с тем что есть и часто художник все-таки 3d-художник должен сам быть небольшим таким концептером хотя бы на пол шишечки чтобы мочь додумать за концептером то что он не смог придумать потому что не обладает навыками подходящими касаемо того что нету в целом вакансии концептера 3d мне кажется это связано во первых с тем что пока что это медленнее концептить в 3d чем в но ведь концептит нет концепт это можно можно и поймите как бы монолизм зачем вот это медленнее чуваков которые получают заказы концепт делают их с такой же скоростью в 3d их очень мало и это во первых связано с чисто техническими ограничениями набрать объем условно фотошопе можно двумя линиями от объем зебре нужно гораздо больше времени тратцы произвести вот с другой стороны мне кажется что если ты достаточно клевый достаточно быстро работаешь если на вакансию концепт артиста пойдешь с 3d пакетом и скажешь вот мое я умею го тестово издал дашь его хорошо мне кажется никто ну адекватно не будет пытаться спорить с тем что ты концепт-артист и не давать тебе работу потому что мы ищем подводы художника опять же теории когда VR станет чуть более дешевым удовольствием популярным мне кажется это все еще сильнее поможет концепт-арту выйти из 2d пространства потому что у 3d концепта есть огромный плюс ты можешь это во первых сразу к ракурсам показать во вторых отдать этот файл 3d художнику сказать делай вот так и он гораздо лучше поймет и в целом результат будет лучше опять же эту 3d можно в движок закинуть быстренько с теми же набитами например анриал 5 и это тоже как-то получим получше можно сцену поинтереснее составить вы все такое ну я как бы кто-то много много видел концепт-арта который должен быть прогнан через итерацию сделано как бы прокси болванку загрузить доту посмотреть как она чувствует себя с анимацией может быть некоторые идеи вообще не работают вообще в доте не проработают потому что в доте достаточно такой оригинальный байклайн и чуваки концептеры которые как бы сами умеют в 3d и понимают что там здесь вот допустим не хватает полигонов на эту деталь и делать ее сильно сильно могучие как не очень хорошие такие работы как правило лучше остальные ну как то так вот ну с другой стороны я коре как 3d-шник и осваиваю сейчас концепт-арт по чуть-чуть так что я точно против категоричных высказываний дим тебе есть что добавить за мою карьеру отечественных отечественных именно которые работают у нас здесь некоторые уехали туда которых здесь трехмерных концепт художников я не знаю может быть я не так сильно слежу за этим всем но я не знаю у нас индустрия не не требует такого типа такого типа специалиста не требует не опять-таки же это мое как же поле то ну николай здесь он я говорю про наш рынок может и он не концепте для пойди но он не концепт он не концепте для айди он не продает свой арт мы каждый может взять и сделать кляксу мы и он он рассказывал что он концепт он для какой-то игры он концепт сил для dark side а и все равно главенствующим был я могу ошибаться он может потом у меня напинать там что я сейчас опять таки же что я знаю поверхностно он сама работал из под концептера понимаете господа вот ну во первых есть зарубежный проект да там dark side для которого он там работал для очередной версии есть айди для айди есть конечно тоже свой там концепт художник и ну я вот не знаю коля офигенно делает свои дизайны то есть мы можем их продавать на стоках да но да вообще-то можно как бы назвать из такой если он уже заработал на этом денежку да ну какую-то денежку да это окей это как бы уже все концепт художник ну я так считаю если ты с помощью своего ремесла заработал деньги ты уже можешь этим считаться будь то у тебя образование или нет смог ты продать свою работу какого бы качества она не было значит ты уже художник скульптор концепт художник да кто угодно как ты себя назвал если на этом деньги заработал ты молодец это мое вот такое как сказать философия философия да да это такая философия на самом деле если ты смог монетизировать свое что чтобы ты не делал чтобы ты не делал иначе ты в этом преуспел является ли монетизация своего труда показателем того что ты хороший художник конечно главное главное это главное показать ну да но это отличает просто профессионал от любителя ну хорошо но наверняка же где-нибудь сидит супер художник который просто не умеет себя продать пусть сидит прям совсем уж такие как ты говоришь отдельные художники крутые которые сидят и не могут себя продать всегда найдется тут компания так которые их купят хотят они того или нет ну тоже наверное верно да я согласна с тобой в этом плане согласна хорошо ребят а давайте знаете что я вернусь к доте вот про который рассказывал игорь и вот хочется послушать ваши истории вот игорь только что рассказал вот уже по моему ты уже упоминал это дело о том что некоторые игры имеют очень специфичный пайплайн и вот например в доте нельзя просто так сделать персай закинуть его туда и он до проверять там что ты можешь сделать броню которая просто на ней не будет работать так сказать это вообще частая ситуация вот мне интересно часто ли вы вообще с таким сталкивались и если сталкивались часто то расскажите как не быть самый вообще адский случай как это было кто начнет ну игорь он с дотой как-то там связан я просто имею ввиду абстрактную игру но просто раз уж мы мне кажется что в данном случае это как бы не совсем подходящий вопрос потому что это реально скорее вопрос про концепт-арт нежели про 3d-шку потому что ну я конечно ошибаюсь возможно но место где можно поделать что-то на собственном концепте и это попадет в игру при условии что ты не концепт-артист их как бы очень мало это в основном все мастерская стиль я наверное спросила даже не с точки зрения концепта а именно с точки зрения технически скажем так производства модели ну а техническое производство у нас всегда есть регламент четки то есть сколько полигонов сколько размер текстуры какие маски все 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 да и от этого мы пляшем потом выкручиваемся так судя по всему по вздохам это больная тема расскажите-ка что-нибудь веселенькое из разряда диво отчего ну так как последние годы работаем над мобилками это очень прям жестко такой последний случай с довольно сложной задачей когда ты прям вот сидишь и понимаешь а ну когда приходится в одну текстуру запаковывать дофига всего потому что это то есть ни одного персонажа и рядом может быть корову и рядом другого персонажа в одну текстуру потому что вот вот так вот так вот работает а по-другому не работает и все это от вас да но это даже не атлас это ну это немножко другая сфера ну да как бы 1 1 1 1 ты запихиваешь все что 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 не попадя и по-другому никак нельзя следишь там за количеством полигона в сцене спать сидишь за количеством полигона в камере и это прям ну жестко и вот ты что-то придумал у тебя очень красивая а все твои красоты могут разбиться о эти ограничения и и тогда ты изощряешься как же все таки сделать в этих ограничениях именно красоту вот так вот и как обычно выходите я просто я просто с мобилками например вот вообще не имею никаких отношений мне интересно как то происходит я ничего про них не знаю то что ты там говоришь что там пляшем с бубнами для меня это вот темный лес я даже не представляю какие как ты вообще там можешь плясать с бубнами поэтому это интересно я не могу ошибаться вроде как мобилки сейчас проходят по сути тот же этап развития технической части как проходили обычные игры когда идеи уже развились достаточно сильно а техническая часть еще просто не вывозит такое количество там полигонов например текстуры да мне всегда вот пример у нас помните там перед началом нашего разговора было что да нет сейчас можно в мобилке все что угодно в пирме да например особенно если брать вот этот рейд шейдоу ледженда где персонажи выглядит отлично да но на сцене всего 12 или там 6 или 12 штук а если на сцене должно быть 60 это как в сказке получается а 12 шапок и 12 шапок можно но очень маленьких вот весь мобильный мир сейчас вот так вот то есть приходится чем-то жертвовать достаточно серьезно у меня один проект был у нас текстуры были там ну сейчас скажу там 12 пикселей 12 где много да и при том что персонаж должен краситься в разные цвета за заложено туда каждому пикселю даешь свой цвет этот программа определяет этот цвет и может автоматом перекрашивать часть его брони ну вот представьте да какой вот такой думаешь ёпт прс это я под это подписался представляете да какой вот то есть и ты такой думаешь более но я же такое все дома крутое делаю а тут тут такое не крутое но кушать хочется и приходится делать я тоже такой практически технике технический арт получается 90 процентов времени танцы с бубном они творчества ну вот я говорю вот и говорит я очень порадовался говорю что у нас на просторах до наши как бы ты работаешь на таком проекте я понимаю там есть свои ограничения но ты у тебя больше развязаны руки чем например у меня вы создаете реально красивые вещи которые ну прям красиво да им это можно хвастаться может мы не знаю кстати как у вас с этим с нд а и после выхода проекта я вот ну там от компании да я прям вот из-за этого не люблю такие организации когда потом только студия выставляет что мы смотрите что сделали а тот кто это делал и такой идет лесом я и вот прям ну я прям не понимаю этого вот очень для меня это очень больная тема если что я сделал почему почему не должно быть это ну заявлено почему это не показывается точнее я кстати не кажется такая штука происходит потому что в целом не нормализовалась еще отношение консорсу все еще немножко зазор и ощущается и кстати иногда даже мои переговоры на этом и заканчивались со студиями почему если я не могу показать свой арт то ну наверное мы не будем работать вместе но я думаю что в тоже можно понять наверное в такой ситуации получается понимаешь такая вот ситуация как у меня я сейчас достаточно нормально да то есть там в mail.ru я делаю мобилки я могу просто показать что я что я участвовал в этом да но вот именно когда там мы же все равно всегда как бы ну у нас есть какой-то там эго да мы должны показать что мы делали и там наш арт-стейшн это к практически наша жизнь да там ну как бы то что мы то что мы достигли описать арт-стейшн бы наш сейчас состоял я работал там над каким-нибудь там world of warcraft ну и чё обидно да обидно обидно кого жизнь я думаю все таки когда-нибудь ну чем больше аутсорса будет мне кажется там будет шагать еще от юген со временем когда контент начнет больше и и условно мощности позволят делать в сцене не 20 моделей а 300 моделей 500 моделей постепенно вместо того что проширять студии я думаю что все больше и больше студии будут прибегать к аутсорсу и в целом аутсорс студии станут более обычным явлением и перестанет как бы стигматизироваться все это дело что типа да ну вообще-то сами все делаем без аутсорса не будет такого будет нормальным делом как ну вот нас тут аутсорс аутсорс самое главное это геймлуп мы делали сами а модельки они как бы ну модельки модельки чё и постепенно с этим вот развитием я думаю что будет больше возможности выкладывать свой арт аутсорс компаниям аутсорс чувакам надеюсь по крайней мере вот кстати я сейчас в чате увидел своего знакомого да и вот точнее коллегу даже не знакомы с ним работаем вместе и да бывают разные ситуации что там кое-что нельзя пока вообще иногда запрещается что-то показывать говорить что-то как я вчера говорил насчет найка до работа прикольно я только могу сказать ну вот минут на дной ком работу и все вот и закончилось мне кажется это очень несправедливо на самом деле это это несправедливо потому что еще смотрите ну мое такое личное мнение что есть еще вопрос бабок потому что все аутсорс компании получает может быть x3 или x6 за нас и если вы выставите эту работу например что вы работали там над какой-нибудь для санта sony santa monica на аутсорсе да и сон сама sony такая скажет ребятки а вот сколько ты получил за эту работу да например ну просто вот он скажет получил 100 баксов ни хрена себе мы заплатили штуку мне кажется что есть такой момент вот прям вот почему-то мне кажется что такое существует игорь что ты думаешь черт его знает я как бы не настолько шаре в этом деле я думаю что если такое есть то это в целом больше относится каким-то отдельным случаем недобросовестной компании потому что типа аутсорс он ведь не только хорош тем что ты перекладываешь некую творческую исполнительную часть на каких-то левых чуваков ты еще и менеджмент этих чуваков им же отдаешь и вместо того чтобы допустим нанять 100 художников которые сделают все за вас но со самим их менеджментом ты нанимаешь одну аутсорс компанию кидаешь в них задачи и бабло они делают все за тебя да и в плане менеджмента ты прав они получают уже готовый продукт не общаются с кучами аутсорса да здесь здесь я здесь я понимаю за что за что брать деньги но например вот я в каких-то своих небольших да там я для кино работал и продолжая работать я обхожусь без говорящей головы и у меня когда я работал рекламе достаточно большое время вот это это мой личный опыт вот представьте мне приходит бриф вы понимаете да что такое бриф но это задание на разработку чего-либо он приходит от менеджера я такой сижу делаю приходу все отдаю ему он уезжает к заказчику приезжает гадима чё-то не то я такой чё не то он ведь ну вот не понравилось ягу окей переделываем переделаем он опять уезжает опять не понравилось я такой да ёпрст короче и уже говорю так все говорящая голова сиди здесь я поехал в офис он говорит так нельзя ягу не так можно и я понимаю что говорящая голова просто не смогла донести идею не не смогла ее даже продать его ей не хватило коммуникабельность и не хватило профессионализма он не увидел дальше разработки чем это может закончиться это очень плохо когда у нас менеджмент именно артовый менеджмент приходит и говорит нам не обязательно знать как это делается мы знаем как продавать да вы продавать то не умеете ни хрена люди по потому что у нас раз-два и обчелся компании которые производят свой продукт мы делаем или копии или же или же мы делаем аутсорс опять меня до бомбанула я просто сам с этим сталкивался я сам сталкивался я сам сталкивался я сам разговаривал заказчиками это по рекламе и как мне казалось что я решал эти вопросы потому что я даже на пальцах мог объяснить как вот знаете вот эту вот историю про мтс а почему яйцо потому что просто съездил очень опытный продавец продавец сказал да яйцо это круто для вас это 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 такая какая-то идея и потом билайн побежит за своей пчелкой на как бы то есть нужно еще того что мы делаем еще уметь продать продавать у нас к сожалению не умеют кстати насчет продавать я заранее чат прости нас пожалуйста мы заговорились у нас там спрашивают что почему мы не читаем чат мы пропустили буквально ну я вижу два вопроса ребят сори исправляемся как раз вот по продажу анастасия денщенко у нас спросила как себя продавать все джи мы немножко упустили этот момент но если у тебя есть еще мысль вот как раз по продаже вот раз заговорил может быть мы ответим на этот вопрос мне кажется это интересно как себя продать ну пусть игорь скажет а я пока это успокоюсь ну первых надо понять четко что вы хотите делать если у вас есть понимание что вы хотите делать то продавать себя станет резко проще выбираете направление допустим просто нашка окей что вы хотите делать хочу делать стилизацию стилизацию допустим мрачную стилизацию ищите компании которые занимаются проектами похожими делаете так как делают они выкладываете и после этого пушите свои работы этим самим компаниям что ребята я хочу к вам вот так умею прям как вы хочу дайте денег и собственно таков шанс если речь именно фриланс то тут как бы во первых как уже говорилось заводить знакомства и тогда фриланс будет часто приходить сам и второе пользуйтесь всякими приятными штуками работы типа linkedin типа арт-стейшн и прочее прочее беханс может быть даже для кого-то беханс он жив ну я не знаю для 3d арт-стейшников но всякие дизайнеры там сидят вполне актуально я что-то же про него давненько не слышала не-не-не-не работают работают в крайней мере для дизайнеров точно окей ладно то есть мне кажется как в любой сфере примерно тут нет какой-то уникальности в нашем направлении будьте классными работайте ну то есть представьте что вы хотите наняться условно на завод автоваз делать концепт-дизайн автоваза шанс того что вас найду прямо пропорционален тому же как хорошо узнаете марку как хорошо вы можете нарисовать клевых концептов для новой приморы условно как-то так наверно дима как бабок заработать как себя продать в 3d я вот кто меня знает там и щатика наверное я всегда говорю если вы сделали работу вот вы новичок вот запустите ее вообще где угодно вот просто везде вот везде будь она плохая нести стесняйтесь этого вы на начальном этапе стреляйте всех пушек linkedin behance что там у нас арт-стейшн или еще ну рендер да если хочешь получить порцию кала до самый дружественный я кстати буквально вчера еще разговаривала с другими ребятами вот там уже в своих чатиках и все как один орали что рендер вообще просто адская адская гаванище вот и жили все было настолько плохо да и настолько и есть настолько плохо ну ладно это сейчас не об этом мы не будем их рекламировать так я потом паную хорошо вот и бомбить из всех орудий чтобы просто заявить о себе и я как говорил еще вчера повторюсь что возможно маленькая какая-нибудь компания увидит что такой junior на совсем нам подойдет и он будет делать нам табуреточки например да и вы из того что такой junior но такой думаете ну пойду я пока поделаю табуреточки да не пойду там в какой-нибудь общепит работать да там свободная касса кричать но для меня это может быть важнее до понимаете о чем и вот на таких этапах не стесняться того что вы делаете свою портфолио всегда можно почистить что типа это не я у у меня такого и никогда не было у меня были только топ работы вообще не стесняться что вы делаете вот прям вообще и показывать этот там как вот этот знаете история там какой-то гном да вот этот который модель такая которая стала самой там вирусной темой вообще и человек я думаю потом представьте это человеку приходит на 5 заработать что делал я гнома смотрел все ты наш просто как медийная листья ты будешь арт-директор ну то есть вот такие вот да какие-то странные истории могут быть не надо не надо вот как еще раз тут тоже в чатике произвел есть супер крутаны которые так рисуют а их никто не знает а вот ордеры получают огромные деньги за них блин вот еще раз если человек получает и не обманывая никого не обманывая никого больше денег чем вы он умнее чем вы мы сейчас не говорим о таланте я говорю про зарабатывание денег наверное многих это здесь интересует потому что как попасть в 3d индустрию что просто попасть и модели там за бесплатно нет вы хотите улучшить свои ну свое благосостояние нет мы работаем за идея за какую идею я же цвет вот орка не просто так зеленый взял вот за вот эту идею мы работаем ну кстати на самом деле я тебя здесь поддерживаю потому что работать за идею мне кажется можно просто с друганами когда вам по 17 и вы решили сделать игру года внезапных перерывах между парами они парами а уроками так сказать да и еще есть такое вот это там тут начинает там своего персонажа да и там пытается из него персонажа своей мечты сделать да например и вот он сидит над ним сидит сидит и тоже никак его не высосет например есть одна картина явление одного человека народу я не буду просто говорить что не может не забанили да вот художник писал эту картину там 18 лет 18 лет но что самая приклад писал на ее еще и не в россии и ну кстати насчет годов я могу ошибиться станет там на на этом сказать нагуглит но а жил он за царские деньги ну так можно было ее всю жизнь писать но кстати он помню и написал только ну-ка я думаю каждый согласится вот например писать и вот мне сказали дмитрий вот ты о как прикольно дмитрий ты будешь делать этого орка всю жизнь и будешь ништяк бабки получать все так вот это кайф а сам чем-то левачком там буду фигачить кстати на неплохо звучит как план я пожалуй баз почему мне очень трудно делать что больше одного месяца не обнимаешь тут ты 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 представь что человек рисовал 18 лет соответственно он он нарисовал как обычно так у меня завтра pipeline тут как бы мне кажется все таки идея немножко в другом не в том плане что тебе сложно что-то делать а в том в общем это тонко понимаешь это вот тонкая ситуация очень-очень тонкий лед на казенные то деньги но это личный выбор каждого на самом деле вот но это хорошо кстати давайте поговорим кто-нибудь пользуется каким-нибудь кастомными кисточками что есть любимая давайте чем-то народ там знаете как обычно там вот наверное у вас какая-то супер кисть из-за этого вы так офигенно лепите кстати кстати да у меня кастомных кисточек нет а ну-ка в чат напиши-ка давайте и пиши вот а перед тем как чат пишет ребята можно я все-таки в брошу одну тему это во первых есть вопрос в чате он уже достаточно старый он поступил еще когда мы о художниках в ладошниках говорили вот старый как я и старше вот но он классный и кстати говоря этот вопрос это моя личная жопоболь вот сейчас буду сейчас меня бомбить будет лайн сонку нас спрашивает а еще есть посредственные художники у которых покупают работы значит они хорошие художники вот кстати говоря рассказывал ребята два случая из своей жизни энное время назад как-то столкнулась я со школой рисования где девушка утверждала что она выписала выпустила я не буду называть ни вина ничего она выпустила там 16 тысяч студентов там три тысячи вознеслись к богу после ее курсов там еще две тысячи познала дзен еще там тысяча она превратилась в леонардо де винчи вот и тем не менее все буквально все работы учеников включая ее личные работы это работы ну вот я наверное на курсе втором художки так рисовала когда я была ну вот ребенком еще в школе причем что самое интересное школа находится в москве и школа достаточно но живая и популярная у меня сказать что тогда сгорела жопа это не сказать ничего потому что горю просто я не знаю по моему до до камчатки просто простиралась и был второй случай как-то раз значит бродила я по интернетом и нашла опять же в группу вконтакте художницы сравнительно большую там у нее было что-то тысяч 15 подписчиков на самом деле вот и это женщина средних лет тоже не буду называть никакие имена она что она делает она рисует околопорнографические арты для девушек в основном я так понимаю и женщин причем женщины знаете такие видно что либо с тремя детьми у которых жизни вообще нет либо разведенки ну потому что там контент прям на это прямо я ничего не такого контента я даже не знаю как его назвать вульгарного на хорошую ну да вот и она брала какие-то мобилки брала оттуда персонажей и собственно рисовала там ну в основном парней всяких голых с вывернутыми там гениталиями длины как у слона там за рукоблуз и так далее и это было популярно и более того это было нарисовано плохо то есть если бы вы увидели эту анатомию вы бы умерли воскресли умерли еще раз в гробу перевернулись вот настолько это было плохо можно ли сказать что они хорошие художники потому что они действительно были популярны это была очень живая группа то есть я специально следила за ними несколько дней и все несколько дней там что-то происходило и там всегда было больше ста комментарий даже по 200 по 300 под каждой записи является ли такой художник хорошим художником он давай я скажу он успешный художник и если ты рисуешь лучше его лучше как как можно оценить вот оценивать качество к работы можно рублем я сейчас немножко опять в историю уйду да например вы все знаете да памятник давида да и знаете наверно кто его нарисовал и этот человек он стал очень богатым при жизни очень богатым при жизни вот прям очень и он был хорошим коммерсантом он просто был нереальным он брал бабки за все вот вот просто за все и наверное и и все знали что он доводит там до конца своей работы он там и обманывал за свою жизнь там что-то не доделывал вот он был мега успешный и мега талантливый и наверное кстати и наверное в его там эпоху возрождения пока он творил там для пап он наверное и понаделал точнее были еще такие же крутые ребята которые думали блин ну я же лучше его до тебе никто не знает а ты вот знала об этой тетке которая рисует офигенные дилда и она зарабатывает этим деньги а ты такой сидишь и думаешь блин ну ну давай начни тоже рисовать попробуй продай дилда какой-нибудь женщине бальзаковского возраста не конкретно там о тебе а просто продай понимаете вот иногда там футболисты ножи не умеют бегать да они зарабатывают больше значит они умеют бегать лучше чем ты у меня такая вот понимаете если я вижу что человек зарабатывает больше и делать ты такой думать блин да я же лучше делаю ну бляха муха ну сделай так чтобы твое лучше продавалось лучше чем его еще ну подожди это я понимаю смотри я еще раз объясню давай так у нас нет у художников никаких олимпийских игр то лучше быстрее и выше мы меряемся деньгами ну смотри давай так вот смотри если взять давай смотри если взять самых успешных скульпторов самых успешных скульпторов эпохи возрождения или там сейчас лучших художников там модернизма или какого-то там ну тех же малевича да там и тому подобное самые они считаются великими и их великие считаются произведением искус потому что они стоят миллиарды так например полок художник при жизни был офигенно богатым а лепил он капельками ой точнее лепил а рисовал капельками и какой-то крутой кто рисовал супер реализме давида сто лет который у него была офигенная анатомия да он же говно рисует нет нет я говорю и вот этот художник как можно сравнить что кто рисует полок лучше или тот анатомист который рисует нереально круто как это сравнить у нас измеряется бабками если тот мог продать условно свою мазню лучше и там дороже чем он значит он круче вот и все ну вот хорошо ты сейчас говоришь о том что вот чем больше денег тем ты круче стало быть вот эти вот ребята которые делают какую-то хренату простить на твой взгляд на твой взгляд твое субъективное мнение я согласна но это действительно плохо в исполнении это не то что там я так считаю лично вот я сижу и всех сру я вот такой вот токсик и вообще давай так квадрат малевича как вам всем квадрат малевича поднимаешь нельзя оценивать точки технической это абстрактное искусство там совсем другой подход и ну смотри например сейчас в чате да например я услышал что ты училась где-то да ты можешь понять фишку квадрата малевича и еще пяти копии третяковки да например или где-то там питере а кто-то не понимает никакого прикола в этом да и кто-то рисунок кто-то рисует этих женщин ну например женщин и мужчин и есть обычная группа людей ну там кому они их продают и для для них конкретно для них этот арт крутой если говорить о воспитании людей качественным артом это совсем другое сожалению и эти как сказать изо и музыка в школах себя просто где как искать диск риме диск риме диск риме диск риме нации они короче бестолковые уроки абсолютно они ничему не учат они не учат познавать красивое не тому подобное вот и смотри для той части людей которым продавался этот арт это их отдушина для кого-то квадрат малевича офигенен для кого-то это вложение денег а для кого-то арт который человек думает что он лучше всех рисует для кого-то нахер не нужен извиняюсь ну наверное да наверное ну я попробую внести свои пять копеек мне кажется что в данном случае спор идет теплое и мягкое да потому что любой если мы говорим про художников которые не работают на кого-то делая что-то а работают условно на себя надо отделять ну и как это не только художник надо в целом отделять продавца от ремесленника в этом плане та женщина которая занимается продажей голых мужчин она преуспела как продавец как маркетолог как рекламщик как не знаю идеолог может быть но нет не преуспела как художник потому что чисто с художественной точки зрения если мы берем как науку живопись там вот это вот ее работа слабы но в данном случае это не имеет значения потому что она продает не арт на продает голых мужиков и неважно насколько плохими они будут с художественной точки зрения важно что они удовлетворяют потребностям покупателей то же самое касается не знаю там никаса сафронова того же известного достаточно художника который делает как бы объективно очень слабые его очень хреновые очень умные картины но при этом он их продает тем людям которые в этом не очень разбираются и продают так что они довольны остаются это делает его хорошим продавцом но не делает там условно много денег которые можно выручить за эти картинки не делает его хорошим художником то есть значит все таки количество денег не решает хороший ты художник или нет потому что ты продавец но не как художник ну конечно ну типа ты продаешь то ведь все таки услугу а не арт как таковой по этому же самому собственно современное искусство и стоит столько потому что она не несет стоимости внутри художественного пространства она продается как идея как некая там мысль заключенная в холст или еще что-то такое сколько сколько захотят нет господа вы тут тоже не вы думаете что в картинах эпохи возрождения или там барокко или еще каких-то не было мысли нет нет они там есть сейчас зачем они отличаются от тех работ которые на современном искусстве та же самая мысль только в другой форме не на просто во многом современном искусстве которая сейчас в основном говорят что ожидайте что мы что мы имеем под современным искусством или или что-то другое картины картина про картины тут можно и для музыку говорить и про картину и почему вот ну такие классические странные абстрактные вещи которые не всегда понятно что это все такое на стоит много 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 денег она просто избавилась в художественной части в пользу большей такой акционности происходящего то есть условно каждый вася в теории может какую-то мысль заложить но не каждый вася может ее нарисовать так как миглянджело господа смотрите я хочу что что может быть так подытожить еще раз вернемся из-за того что у нас нет чемпионат крутости чемпионат крутости да кто крутой художник как мы можем это измерить ну вот серьезно как давайте давайте тогда не уйдем от денег а от того где человек работает на каких проектах да ну вот просто и соответственно мы смотрим если человек заработал на на международном проекте ну международном соответственно он хорошо получал опять мы упираемся в деньги да так если его туда пригласили на этот проект но по-вашему почему-то он недостаточно крут но он там работает а вы нет то значит дело в вас но нет в данном случае я думаю что и смотрите я просто вот никакого никакого давайте так вот никакого астрального мы не мы не сможем изобрести никакое мерила которая бы нам рассказала как художник крут вот от меня почему-то у меня такое ну вот не знаю что многие там может меня какашками закидывать но это деньги как вот человек вот нет он плохо рисует но он больше зарабатывает это все равно рисовать и продавать понятие невозможно так вот я нарисовал продавать не даже не в том плане получать бабки об предложить себя ваша коммуникабельность если вы куда-то влезли и у вас получилось дальше работать это круто я и говорю если вы что-то сделали вы должны палить из всех орудий мы не можем мы не можем измерить нашу крутость и вот все равно даже если есть какие-то эвенты да которые проводятся итог это приз да это деньги и соответственно я опять круче кого-то и я заработал на этим деньги давайте уже немножко в правде в глаза посмотрим что это деньги ну слушай даже если ты там что-то выиграл ты ведь как бы причина почему ты получил деньги то что ты круче остальных а не то что ты получил деньги поэтому нет понятно да ты делал что-то но твой арт он может с ним могут не согласиться все но тебя взял именно тот арт-директор да ну значит он как я думаю что основное дело сейчас это мнение о твоем арте коллективного да условно коллективного художника на данный момент времени ну как бы ну да 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 то есть если ты там условно какие-то конкурсы шмонкурсы да как правило в качестве жюри берут других художников да состоявшихся успешных да и не только в день как скорее в признании там условно тысячи человек говорят что вот этот чувак классно рисует значит скорее всего он рисует классно или он условно там рисует достаточно чтобы их удовлетворить соответственно если этот конкретный человек признал тебя как классного художника то его вес в качестве тысячи голосов за него автоматически как бы приходит к тебе и таким образом как раз мне кажется мерило и происходит в этом плане арт-стейшн очень хорошо настроены как бы механизмы условно если у меня там 10 тысяч миллионов подписчиков и лайков столько же мой голос весит больше чем голос у чувака который первый раз загрузил арт такая как бы меритократия получается я думаю что это вполне вполне справедливо для арта потому что мы действительно не можем в полной мере оценить качество арта особенно если это какие-то области в которых мы не эксперты то есть типа я не могу я могу сказать нравится мне допустим музыка или не нравится но оценить ее с точки зрения качества музыки я не могу поэтому иногда очень хочется сказать что улице типа мне отправиться мургенштерн при том что с точки зрения музыки он тебя не очень но он как бы хороший шоу шоу мы соответственно я его оцениваю . как бы с той стороны который мне лично в нем нравится человек который имеет точное музыкальное образование наверное скажешь у него музыка одноклеточная и текста таких же возможно но мы как бы не эксперты не можем этого кстати да тут какие-то давайте почитаем то там чат у нас так сейчас понесло но подожди но мысль то интересная тебе есть что добавить у меня я про деньги все можете бабки ну и наверное если вы так сейчас нет мы за то чтобы нести красоту бабки бабки это интересная тема понимаете просто об этом кто-то так ну нет да да кстати про бабки еще один очень старый вопрос от союки союки как лучше начинать работать в еминдустрии на удаленке ли в офисе какая минимальная зарплата у новичка у игоря я уже спрашивала этот вопрос потому что это такая достаточно ходовая тема на стримах очень много интересуется дима вот тогда это к тебе чисто такая адресованная тема я сейчас опять меня тут какашками закидают да например я все считаю основываясь на на некотором опыте создание минифигурок так например минифигурка достаточно прикольного там качества может стоить там ну да там 10 сантиметров там 500 500 евро да например эту фигурку эту фигурку человек может если напряжется со всеми там фидбэками сделать за две недели и таких фигурок он может сделать за месяц-две в лучшем случае вот эта стоимость специалиста то что выше это раздувание бюджетов и уже имя и я сейчас могу сказать что эта цена о которой я точно знаю потому что я этим занимаюсь и она везде она в соединенных штатах в китае и уже и в россии специалист который делает минифигурки стоит там 80 тысяч в месяц о каких-то баснословных суммах которых там получают специалисты ну какие-то там да не идет речь и и я тут уже к сожалению не могу распределить что специалист именно трехмерный кто делает миниатюрки да что у него там не хватит знаний чтобы сделать игровую модель никогда я слышу о зарплатах там огромных там например у я хочу там 200 к получать это к сожалению это уже вот эти вот это эти вещи уже не относятся к искусству это уже больше как ну как вот сейчас может игорь меня тоже может встанет на мою сторону это уже тот человек с такими суммами кто является управленцем ордером который берет на себя больше ответственности до какой-то за принятие решений игорь и что добавить ну конечно 80 это до фигурок не знаю я мне предлагали в пару паре место делать миниатюрки для вархаммера таких вопсиде что нам конечно несколько более скромность я тебе посчитал максималку ну там тоже примерно две-три модельки вместе там кэш и не такое качество в том плане их пор всего там естественно нет вот именно 63 наверное миллиметра до самой мелки я так вархаммерских вообще не понимает ну в общем типа такие мелкие модельки там что-то в районе прям баксов типа 500 по моему что ли в месяц за каждую ну нет в целом то есть получается сколько человек выработал ну да из-за этого из-за этого гейм индустрия киношная индустрия у них раздутые бюджеты только из-за этого да очень раздутые бюджеты забавно забавно а я не против это да я тоже не против вообще все супер пусть дальше если вдруг нас слушают как бы какие-нибудь менеджеры я думаю что наоборот недостаточно финансирования надо больше денег да минимум процентов на 70 дороже должен стоить на 700 700 откуда ты знаешь бюджет это раздутые может они просто себе там на лапу подгребают возможно и так так дамы и господа я сейчас начну уже фигачить ретопологию чтобы начать детализировать окей давай давай ты кстати плагинами пользуешься и я пользуюсь двумя кистями больше ничего не знаю кстати срача по поводу кистей не случилось потому что как катал за большинство юзает стандарт ну потому что zbrush как бы 90 процентов случаев не требует обоих кистей также как тот же photoshop play build up стандарт тайм динамик м стандарт все специфические кисти нужны там один час из ста они конечно этот час экономят безусловно но в целом не то чтобы нельзя было как иначе это сделать я пользуюсь пар для складок отдельная кистью меня есть меня арб крак я думаю что для большинства это тоже стандартная кисть да 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 чем не через я пользуюсь кастомной кистью для таких жестких складок у меня есть пара кистей для ну так скорее не кисти от скорее альфа просто настроены для всяких материалов да и все наверно все будем 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 его это положить жарко стало душно и попробуй плагин со мальчик браш не 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 давайте давайте то что работает а тогда но в чат в чат можешь скинуть наш что пробовать хорошо и я тогда обязательно попробую там есть кнопка remesh плюс ты ее тыкаешь и моделька делается классной хорошей сеткой и сразу делается project мне и ты просто условно одной кнопкой себе сохраняешь минуты полторы-две время если тяжелые модельки то как бы еще больше прям вообще кайф это причина кстати почему я сейчас на работе до последнего держу модель прям так финальной детализации держу модель потому что в конце я просто тыкаю одну кнопку и получаю нормальную топологию и все работает класс значит надо попробовать а я вот по старообрядке сейчас сделаю ну плагины в зебре они конечно очень классно очень помогают экстракт про плюс тоже вообще понятно что я делаю ну да 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 настя но я скажем так я понимаю что происходит здесь но таким методом я как бы но не пользовалась и вряд ли буду пользоваться но для тех кто не понимает я просто помогаю за это риме шару построить более-менее нормальную сетку для меня хороший метод а пока что вопросы с чата ребята кстати достаточно интересно ребята ссори очень сильно стали от чата чтобы мы заговорились будем исправляться михаил бочков спрашивает а есть работа из 3d которые считаются произведениями искусства на все времена ну или совсем на все кстати ребят реально вот как такие старожилы так сказать можете вот есть такие вот работой которые вот как вот как давид макеланджело гном гном как бы это не смешно звучало это гном а еще но это даже не совсем как все пиксаровские мультики все главные персонажи ну там там это все таки не это трехмерный это трехмерный арт ну давай но он мог бы быть и двухмерным могут ну вот не но вот это трехмерный который может являться что вы по каждому персонажу там о истории игрушек вы скажете кто это по силуэтности как микки маус вы там кляксу можете сделать любой человек скажет что это микки маус ну в таком ключе да да но я не знаю чтобы ходили люди любовались на это сейчас люди вообще мало в музее ходят а начнем с этого что что является для нас как бы такой супер крутой темой мне кажется нету такого потому что даже тот же гном несмотря на то что его все знают это скорее уже первый мем такой это это уже мема не классическое искусство всего все знают потому что он прикольный потому что им прикольная история а не потому что он настолько классный там настолько ужасно что да его нельзя не знать я думаю что сейчас целом просто индустрия так устроена что невероятно большая текучка контента и условно когда у тебя на всей земле за год рождается там сотня действительно выдающихся картин культуры чего-то такое и одна из них может быть запечатлена на века а когда у тебя каждый день рождается миллионы гигабайт контента ну я думаю что в таких реалиях уже оставить что-то в веках уже практически невозможно это надо быть каким-то акционистом делать что-то выходящее за рамки прям сильно вот кстати по поводу что там вот это вот все крутые 1 2 3 x-list и спрашивает разве не леонардо и митиланджело сражались за разрисовку капелла там же дело было не деньгах и так вопросу об идее нет дело было совсем не в этом но ребят просто понимаете это вопрос немножко скажем так но не неуместные но это другие реалии понимаете когда сходится годзилла с кинг-конгом как бы там уже другие немножечко они уже оба были достаточно крутые если я не ошибаюсь про эту историю и как они там выясняли отношения это уже не имеет как бы отношение к тому что мы просто все это обсуждали в в русле начинающих ребят что нужны ли там деньги там вообще важно ли это это вообще немножечко другой вопрос когда ты крут и когда ты делаешь что-то крутое ты уже как бы круто делаешь что-то другое вот это немножко не про деньги мне кажется вот что вы считаете ребят наверно как в этот момент каждый приходит какой горожек приходит мысль о том что надо сделать что-то такое этакое и для себя или там для для всего человечества ну вот да то есть я думаю что наши какие-нибудь топовые художники там вот даже наши три вот это вот сангешно они я уверена что берут многие проекты даже уже не из-за денег а просто для того чтобы сделать что-то крутое гречкой берут я слышу кого берут гречкой туалетными рулонами ну я почти уверен что родион взял делать диабло не из-за того что лизард все деньги мира продал предложение ну да то есть это уже совершенно другой уровень это опять же кстати я смотрела стрим панфилова и она там очень хорошо сказала что в какой-то момент ты учишься в какой-то момент ты учишь других и в какой-то момент ты уже делаешь что-то для того чтобы грубо говоря там след в истории оставить она немножко не так это сказала я не буду врать я смотрела стриме несколько время назад вот но суть была в том что это немножко уже другой уровень здесь речь вообще не про деньги но это если есть такие амбиции ну понятно а дело что не все не все такого добиваются но как бы не у всех есть амбиции просто остаться ну типа мне кажется это далеко не не каждому нужно вообще остаться в истории условно ну да это факт да не каждому каждого свои запросы свои какие-то понимания счастливой жизни там цели в жизни поэтому такой вопрос абстрактный ребят я пропускаю очень много вопросов в чате потому что мы внезапно на них отвечали тут и про торгашество и про художника и про то как всегда там продавать и я не обижайтесь зачитывать не буду вот сейчас попробую почитать и найти что там у нас не отвеченное давайте знаете что рубикон сделаем восемь часов немножко передохнем ну буквально минуту может поболтать а я немножко это я поищу то что сын мой фигачил у меня сейчас я занимаюсь уже подготовкой уже детализацию меня есть уже какая-то сетка я сейчас уже готовлю сейчас буду 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 делать ваши любимые поры а ты прям вот вот прям пор да нет ну что я же делаю скульптурку а ну максимум там на стол ее поставить соответственно это будет все так жжено классно дискотечно а вот кстати вопрос от арика тернера а признание вот пока ты там крутишь работаешь ну вот давайте там вот игорь тогда давай к тебе вопрос а дима будет на подхвате а признание художника крутым в профессиональной сфере и коллегами ничего не решает в отличие от признания публикой художники более активно это решает это вот кстати вот вопрос ты как-то рассказывал что твои там некоторые крутые лиды в трейс у них там плохое портфолио но зато они там типа на них посмотришь и даже иногда не подумаешь что они там что-то фигачит а вот ребята в индустрии знают что они просто чудовище какие-то да это в целом я думаю что это супер популярная история чуваков которые особенно если они совмещают творческие какие-то менеджерские функции то и они в принципе с большой долей вероятности портфолио просто забивают потому что даже если они что-то делают либо нельзя выложить либо нет времени подготовить и выложить либо словно они выбирают место того чтобы готовить и выставлять поспать может часочек или два можно я ворвусь либо они нихрена не умеют и их просто поставили туда я с слушай такое конечно есть безусловно но я вот опять же могу только по трейсу говорить не тогда это прям божественная компания ну у меня вот лид был на одном проекте и сейчас у нас главный персонаж как бы портфолио него очень устаревшие ну давайте скажем пока игорь щит ссылку ребята я напоминаю что у нас сегодня будет фидбэк и мы кстати говоря получили уже восемь работ из десяти у нас осталось всего две работы если ты хочешь получить фидбэк я думаю я думаю что где-то минут через 40 я запись буду закрывать или подожди дим сколько у нас еще времени примерно уйдет на детализацию я так понимаю что основную работу у нас она как бы проделана детализация она же не займет столько времени сколько не знаю смотрите я рассчитывал сколько у нас должен стрим идти часа где-то три часа три с половиной давайте три с половиной полчаса мы оставим на фидбэке я думаю что мы не влезем в полчаса я влезу там всего одно слово пока отлично все не ну чё это такое несерьезно есть наш русский геймдев также будет серьезно не 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 давай нормально ну и то три с половиной честно говоря это конечно наголото не ну смотрите потому что я все-таки вот хочу до какого-то нормального состояния довести да ну слушай нормальное состояние это очень субъективная мое мое состояние да я я видите я уже так ускорился что уже прям это вот все мы знаем что работать можно бесконечно нет это не про меня нет если бы я был на царском пособии да я так делал бы но нет вот возвращаясь к теме нашел я скинул чатик в общем владимир условно когда я пришел работы были датированы четырьмя годами ранее и там типа ну такая хорошая работа для игры 90 лайков при полторах тысяч просмотров такой себе результат а потом он четыре года поработал келуху подтянул и как бы выпустил супер супер классную боизмеш прям вообще офигенно вот и у чувака как бы 180 ну там 190 фолловеров на ресейшн и так вот и не скажешь что он лид персонажников достаточно большой аутсорс студии работают с супер топовыми играми так что признание внутреннее признание художников оно конечно мне кажется самое главное милое если тебя знают индустрии не обязательно по арт-стейшн проектам которых ты участвовал и хорошо себя показал по общению опять же то это стоит гораздо больше в самом начале пути арт-стейшн это ваш билетик но потом с помощью как бы арт-стейшн в какой-то момент уже ничего никаких дополнительных плюшек вы не купите уже надо какие-то другие предоставлять радости вашим потенциальным заказчикам ну да согласна дим что-то добавишь да да окей но для меня портфолио важно у меня просто были случаи по работе когда мы брали типа крутана хантили его из какой-то конторы говорит он топчик не смотрите на его портфолио оказалось как а в чем это заключалось не умеет работать просто он там сидел как чей-то просто ну так может дело было не в том что типа портфолио его и достаточно отразила то что тот кто сказал что он крутой неправильно оценил ну его же потом другие понимаете иногда бывает что нам просто приводят говорят вот этот человек например там из wargaming до него есть колоссальный опыт ну круто там такой человек нужен а где она каких он у него нет портфолио вот он такими такими-то проектами мы таки ну класс потом нет не класс развито кстати ребятам геймпдеве кума за это вот да 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 ты правильно сказал раз очень жестко очень жестко это вот как раз к этому случаю или может быть из кита прикольную еще историю учил истории но это в основном относится не художник тоже художника сразу видно это на относится к говорящим головам объяснять что такие говорящие головы нужно но всякий project manager игорь ты хотел что-то добавить да я слышал да я не знаю мне кажется в художник как бы среди художников кумовство это такое работает один раз и далеко не всегда ну то есть какой смысл от того что ты условно приведешь друга брата родственника и скажешь что он мой братан скажет супер что он умеет ну вот он умеет немножко моделить супер проваливай индустрия особенно если не локальная какая-то студия которая работает там условно делает игру мечты для себя а студии которая занимается коммерческой разработкой игр они либо успешны либо могут допустить кумовство потому что в любой момент все упирается по блогу если человек получает условно свои 5000 баксов моего уровень ниже чем другого условно нет куба свата брата то зачем он же невероятно игорь а ты давно работаешь в индустрии в офисе именно работка на в офисе когда не другого вот не ну понятно что наверное какой-то процент просто клевых чуваков потому что они клевые там сидят но мне кажется что именно такой популярная тема с тем что мой знакомый поэтому она приходит говорящая голова которая ближе к телу и говорит что этот парень будет работать у вас это ничего с этим делать не можешь но это просто отвратительный менеджмент да да и такой нет понятно что есть понятно еще самое опасное когда этот человек может стать твоим начальником всегда можно поменять до применяешь студию он туда же приходит а если у тебя все равно начальник и до 1 новости ну надо свою открывать на что намекаешь вообще сейчас у меня все хорошо между прочим я правда не работаю но кстати эта проблема вот опять же скажу по своему опыту я очень опять же мой опыт супер субъективен и наверное нельзя на него опираться в данной ситуации но все таки почему то вот я не знаю почему но вот в местах где я работала я не работала скажем так вот конкретно художником конкретно в студии но я работала судьях которые занимаются темами такими художественными вот и там и в некоторых школах по 3d и дизайн и архитектура и очень часто вот мне мне очень редко попадались нормальные начальники с которыми прям вот вот один раз я работала строительной компании у меня была начальница которую я до сих пор я и прям в ноги готова кинуть а вот со всеми остальными вот прям вот мне было тяжело причем именно по-человечески вот и вот мне вот интересно это часто бывает вообще вот вы с этим сталкивались ли это мне так везет просто по жизни я в целом исповедую мысль что такую не очень популярную трейс конечно в этом плане очень отличается и дает мне надежду на лучшее но я привык к тому что начальник всегда мудак ну вот это грустно потому что у меня такие же предрассудки ну не всегда опять же я повторюсь это не всегда моей жизни и хорошие начальники есть и были вот но в большинстве случаев эти ребята крайне крайне неприятны и это ну вот мне интересно просто это реально как это как знаете как профессиональная деформация или что вот дим что ты думаешь по этому поводу что-то я увлекся насчет чего профессиональная деформация ну вот вы только что начали вот поделились с игорем хорошей плохой вот начальники в нашей жизни начальники чаще всего были не самыми лучшими людьми вот с чем это может быть связано как ты считаешь может быть они они на том месте потому что просто они языком чесать умеют или может быть несмотря на то что они мудаки они все-таки обладают какими-то качествами а может быть тебе наоборот ты можешь нас опровергнуть и сказать нет моей жизни были только шикарные начальники и вообще замолчите у меня были разные начальники но опять коснемся бабло бабло каждый будет защищать свое место и говорящая голова например если она начальник то если мы сделали хороший проект то запомните кто здесь абсолютная только за счет хорошего менеджмента горе говорящей головы если мы проект посрали это просрали сотрудники говорящая голова пыталась вырулить ситуацию но ее не слушали а почему это прям такой достаточно верный признак а почему так происходит потому что говорящая голова всегда общается с начальством которое платит деньги а вы не общаетесь с этими людьми и он тот человек который платит деньги он воспринимает информацию только от говорящей головы понимаешь это опять же не подогревает мое мнение это даже очерняет еще больше как бы тот факт что начальники я бы сказал у меня то чтобы очень много было начальника я бы сказал что у меня примерно 70 на 30 70 процентов так себе 30 вполне себе кого классно клево ну вот тоже самое да вот моей жизни было так сущность это неплохая статистика ну опять же это субъективное мнение конечно ребят вы тут нас особо не это не слушайте вот это мы просто побитой жизнью ребята вот я уверена что есть люди которым везло исключительно и они сейчас сидят и думают что мы тут просто какую-то ересь несем адскую вот конечно это все очень субъективно кстати говоря ребят я думаю будет круто если вы поделитесь своим опытом вот напишите обязательно как у вас вы наблюдали такую же статистику в своей жизни или нет к слову ребята 10 работ у нас набралось и комментарии я закрыла работы больше не принимаются конце стрима будет разбор вот разборка да и давай там не это чтобы нормально было ту как и никак и нет мы вообще тут понимаешь фидбэк наплыл между прочим из-за того что ты сказал что будет жестко вчера когда ты это сказал что может быть жестче таки нет 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 давай-ка ты это за слова отвечать потому что когда ты сказал что будет жестко все таки ура порево жесть изнасиловать так что давай надо держать марку кстати да ребята насчет вот этого всего чат давай с тобой пожалуйста договоримся вот это моя личная больше отставлю свои пять копеек надеюсь что гости меня поймут уже не первый раз я вижу как в чате идет перескок на темы за 18 какие-то намеки намеки и в мою сторону и намеки не только в мою сторону ребят если вы не умеете адекватно спокойно говорить на какие-то темы связаны с 18 плюс это с ротикой с обнаженкой эти темы на стримах подниматься не будут потому что в этом нет ничего смешного и хихикать в этом не стоит все классическое искусство напомню обнаженное как бы и можно прекрасно рассмотреть и и грудь и члены и не только члены если вас то забавляет если вызывает какие-то я не знаю желание как-то глупо похихикать то я просто не буду в принципе поднимать такие темы вот я надеюсь что вы меня понимаете диана боделюк спрашивает почему орка в глазах кубики дима рассказывал на прошлом стриме что это блики ну нет ты говорил что типа ты любишь так делать потому что это как бы живо выглядит очень да потому что вот я смотрю это блики я могу их перемещать до угодно и соответственно создавать этим ну его как бы какой-то характер кстати ты принципиально вот не пользуешься всякими материалами а ну хотя ты миниатюрки делаешь наверно там это не они врут они врут все врут всем не врут ладно давайте по чату андрей герасимчук а можно название плагина в чате для рютопа игорь андрей я андрей я знаю лично по моему если это тот андрей я ему пришлю хорошо андрей если ты тот самый андрей то тебе прям персональный ну потому что может быть однофамилец и там там у со матч ребятки которые для доты кажутся в целом они делают только плагин пресс праж у них там целая куча всего со матч монстры называются там и пбр фильтры для зебры материалы и плагин в общем куча всего стоит недорого кстати по моему я да извиняюсь я по моему покупал его был но спасибо что еще раз напомнил он прям очень классный там очень какие актуальные функции которые ну условно от художника художника напиши в чат название на всякий случай пусть ребята посмотрит окей дима дима отвлекать не будем игорь напиши пожалуйста я написал красавчик саша у нас спрашивает кто-нибудь 5 анриэл пробовал уже говорят туда можно не оптимизированные модели закидывать да и потом мобилки делать и блокбастеры и вообще наговаривать в микрофон чтобы сделать классную игру это все отличительные черты 5 анриэл это сейчас сарказм был ну конечно конечно всегда есть кнопка этот сделать красиво очень забавный ролик про 3d max не знаю но это как раз на тему кнопки которая делает все лучше универсальная кнопка нажимаешь у тебя куча пикселей превращается в невероятную красоту 5 анриэл классный и новые функции которые добавили они очень клёвые они как бы просто инструменты это что с ними делать надо уже скорее вопросом к анриэлу к пользователю то есть я почти уверен что анриэл достаточно быстро станет стандартным индустрии в кино он уже практически ворвался с двух ног сейчас пятеркой с их мощностями которые там есть гринскрин перестанет быть актуарен потому что зачем нам гринскрин если мы можем буквально там как мандалорцы сделать все на мотире огромный экран анриэл погнали ты говоришь почти стал стандартным индустрии но не уже все равно есть такие серьезные конкуренты даже юнити юнити на х продолжим нити юнити прикольно как бы альтернатива да но ну как бы это условно моська и слон юнити это такой очень маленький компактный приятный движочек на котором можно делать дешевые именно дешевые игры и они работают хотя с переменным успехом анриэл это комбайн машина который можно чего угодно вот тут еще то что он не говорил про супер какую-то кнопку я скажу сейчас свои пять копеек и тут вот чем мой может быть если знакомый смотрит по анриэл он больше знает но мы делаем проекты mail.ru на анриэле достаточно давно и с ним связано загнать модель не оптимизированную в анриэл можно было наверное в любой версии просто что мы от этого получаем ну серьезно загнать можно все что угодно и а дальше что с этой делать в проект она не может пойти потому что вес ее будет большой что за не оптимизированная модель сколько у меня может не оптимизировать модель вы три полигона а может быть 30 миллионов полигонов о какой модели мы и ну говорим то есть все должно быть как-то ну более конкретно естественно очень крупная модель в хай поле она не сможет и с ней ничего не сделаешь кстати мне тут пытаются помочь я я почитаю это потом после чата что отдельные можно скрывать в транспорт мастер я не знаю об этом спасибо если кто заметил и может мне в этом потом помочь где-нибудь найти меня в каком-нибудь чате и рассказать это потому что сейчас я не буду отвлекаться я как старообрядец постараюсь постараюсь это решить какими-то своими старыми способами и и как-то наверное как-то наверное мы из этого выйдем возможно вот буду рад узнать что-то новое что ты уже пользуешь его конечно ничего себе это мы управились очень красавчики понятно что работы еще достаточно но смотри мы уже потихоньку поле начинаем отлично да а я такой некий контрапост сейчас поставлю я постоянно сохраняюсь параноик я сохраняюсь на всех вообще своих купленных этих как это диск дисках да кстати вот я тут начал последнее время сталкиваться с тем что у меня кончается место и когда он собирал я решил что мне на 4 терабайта ну за глаза ну хватит ничего я буду там хранить такой час я думаю прикупить себе массив как гигов на 16 терабайтов на 16 сколько у тебя может 2 терабайта потому что я готовый проект архивирую и в облако и в облако ну то есть у тебя условно в облачной хранилище да конечно ну и всего-то там я всего тебе наверно посчитал 4 я объясню ну вот это связано особенно если ты работаешь часто в substance и до его вот эти вот непонятные огромные огромные до файлы то есть это боль вообще просто огромная боль того что они вот такие вот и ну сам понимаешь да вот мы как бы с тобой на одной волне то есть это это занимает огромнейшее вообще то есть нельзя вообще вот почему-то я не знаю как в substance и там очистить то есть неиспользованное что-то убрать да например то что тебе нужно если там у тебя много слоев а что-то не используется ты же их просто отключаешь да они все равно там висят понимаешь да о чем я говорю ну да и это какая-то ну это какая-то глупость вообще по там там вроде как есть кнопочка clean и она помогает она убирает лишнее неиспользуемое и потом если еще и постараться как бы удалять слои которые не видишь там можно процентов 20-30 свободного места добить ну как бы это опять же не то чтобы сильно решает вопрос 20-30 процентов если у тебя 3-4 гиговый файл плюс 34 автосейва и вот у тебя уже проект 50 гигов весит и привет полностью согласен хотя на гугле нет у меня опять реклама компании где я работаю но это не выделено это скупленное да и и вот сейчас хочу я на яндексе подкупить потому что там достаточно хорошая цена а что хочешь купить яндекс торопатник хочу купить на год торопатник это тема да ну на на мыле у меня столько же на мыле да смысле этот виртуальный облако да что закончилось да терабайт это очень мало не знаю я в школе думал блин терабайтный диск невозможно заполнить все и гранирую установлю еще останется не у меня на компьютеры терабайтник я тоже когда давно еще купила этот осветищник я думаю ну все пипец сейчас просто в итоге проходит 15 минут к чёрт проект это где хранить елки-палки диск-то ладно я себе сдуру когда комп собирал я себе на 2 поставил диск на цешку и такой ну ладно ну пол терабайта ну хватит на диск c выше крыши и немножко сэкономить бабла сейчас думаю надо было терабайтник брать и как бы ну да заплатил бы там больше там то 50 баксов зато бы не было такого что zbrush там авто сейвнул огромный проект раза 4 5 все и место кончилось и привет у меня самая большая будет оперативка как ни странно даже не то что там терабайта это все оперативка против к дешевая у меня ноутбук ну что ноутбуки тоже можно ставить но не в мой мой предполагает пайку да и поэтому вы я как лошара сижу и просто смотрю вдаль как хатика и жду пока случится чудо ну дать тебе еще современную проблему да я знаю ну чё делать чё делать ну чё пацаны и вопросы из чатика да конечно это не респеков дима если тебе поставили такого начальника судя по всему мудаках речь и он зарабатывает больше тебя значит он лучше тебя и ладис ты добавляет что лучше когда у тебя начальник или начальница чё за сексизм вообще пошел вообще не пойму если начальник зарабатывает больше чем я он лучше меня не под не под получше меня по зарабатыванию денег и он значит где-то умел так делать что он больше меня зарабатывает а если он еще достиг это своим артом то он значит и лучший художник ну кстати ты знаешь хорошо что ты можешь это признать потому что не каждому человеку это дано на самом-то деле не знаю чуть-чуть такого но блин все таки мы люди города очень трудно вот так вот иногда как ешь птица гордая как полетит так ну да тип того да есть такие есть такие ребята я могу кстати сказать насчет равенства полов наверное ну-ка давай у меня сейчас начальник начальница ну элитка с которым я сейчас работаю девушка и я прям в большом восторге сколько она профессиональная к своему обязанностям подходит и как все хорошо работает и плюс сейчас вот был как месячное совещание на котором в том числе количество новичков показано сколько взяли в команду и там ну примерно половина девушки но я думаю что в индустрии ну очень много девушек и на курсе на котором я в общем-то ментором был тоже половина девушек так что если у вас есть какие-то сексистские предрассудки на тему как бы сочетание скилла и наличие отсутствия пениса то вы завязываете это не то я завязывать что ну завязывать и так думать индустрия такая что гениталии не решают он ничего не решает на самом деле мир движется вперед и уже как бы очень ну да вот сейчас речь вообще не о геймдэе поэтому это такая очень ситуативная штука я бы сказал так что у меня было куча начальных женщин почему-то так исторически случилось что на всех рабочих местах были женщины у нас в целом потому что очень много внезапно начальниц несмотря на весь сексизм в стране начальниц у нас выше крыши я бы так сказал что в некоторых моментах адекватного подхода к сотруднику начальниц это получше будет нету лишнего гонора нету писькомерства и вот это все но как бы не знаю возможно это субъективно и мне просто повезло или не повезло дим как ты считаешь что девушка если начальницу меня никогда в рекламном агентстве была в гейм индустрии нет ничего не могу камень нет никакого а в ум или как вообще что ну по количеству женщин в индустрии таких условно прожженных но у нас студии нету вообще то есть war но сейчас взяли они занимаются этим как он юай 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 вот но того что мы находимся как бы на удаленке мы особо так но не контактируем да не не знаем как они даже так выглядят только по фоткам да никаких они ну судьбоносных решений они не много не принимают начальниц то есть нету ну понимаете дачка почему я говорю начальницы нет я так ничего сказать не могу вам насчет этого у меня не было такого как бы он бывает даже так окей спасибо за ответ давайте дальше пройдемся колоссатор машины нас спрашивает знает кто нибудь если факультеты нормальные в рф на 3d вдруг мы не рекламируем ничего из факультетов школ курсов лучшее что мы можем тебе посоветовать это прочитать отзывы найти учеников которые завершили те или иные курсы пообщаться с ними лично это будет намного намного продуктивнее на вот ну и плюс по по ценнику конечно же смотреть достаточно ироничный вопрос учитывая кто сейчас сидит на стриме я никогда не говорил откуда я и почему и ну да я тоже как бы ну не я говорил по-моему я к тому что мы оба тут из одной конторы по сути вот и даже насти к ней имела отношения да то есть я я не 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 говорю это потому что у нас были какие-то оговоренности да там какие-то на берегу и но это иронично но учитывая то что все знают откуда игорь поэтому я думаю не труда составит понять откуда откуда и ты раз уж мы объявили о том что так что уже это не является секретом никаким а вот но тем не менее ребята давайте не будем задавать вопросы про курсы это все очень 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 субъективно я надеюсь что вы меня поддержите афк арум вы сразу пришли в скульптинг или перешли с других направлений я вот кстати кстати вот я хотела у тебя уточнить потому что когда ты вчера рассказывал что ты пришел из железнодорожного колледжа в 3d ты так и не рассказал причину по которой ты вот пришел именно скульптинг у тебя было тысячи вариантов но ты пришел именно скульптинг почему тебя же вот что тоже меня была работа как я был системщиком и я просто на на базе того что какие компьютеры там были я занимался трехмерной графикой дел какие-то подделки сумещал полезное с приятным и ну так я пришел этому вот так чтобы так мы действительно ребят очень подробно ответили это в первом стриме вот я думаю это можно будет легко отследить так сказать колоссатор машин можно зебраж делать буллин асимметричными по вертикали ай друзья опять технические вопросы я ругаться на вас буду ну тут наверно пришли люди которые не знают я сразу отвечу я не знаю скорее всего можно скорее всего можно но ребята давайте еще раз договоримся для всех новичков технические вопросы мы задаем в группе людям которые специально вызвались помогать новичкам и не только новичкам вот их легко найти по ролям лёша бессонов у нас в основном по моему этим занимается я не уверена надо уточнить давненько я с ним не общалась вот поэтому пожалуйста задавайте вопросы там где это уместно афекару настя а в чем именно начальники были пидорасами лично у меня все начальники были нарциссами не особо хотели слушать логику или разум то же самое прям вот мою ситуацию описал вот мне даже добавить ничего не везло не везло с начальниками это это очень грустно вот но я думаю что тем с начальниками мы тут уже как-то это перетерли я думаю что вы не будем к этому возвращаться дима где же работа твоего сына ну вы же не дали мне отдохнуть так давай сделаем это не могу почему я реплю сосок черт ну ладно ну хорошо на сейчас буквально наверное ну позадавайте вопросы я могу что-то ответить но я пока сейчас ищу параллельно я тут это о и я нашла вопрос просто специально для тебя просто сейчас подожди я проверю проверю если вопросы до этого я увидела этот вопрос у меня в голове все смешалось от предвкушений я забыла где я была до этого чья подожди 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 ай блин во сейчас это это еще минуту ребята сейчас будет интересно игорь ты предкушаешь нет чего я потому что сам смотрю чат я чуть не помню такого невероятного вопроса так я нашла вопрос для димы но мы его зададим тогда чуть-чуть попозже для тебя вопрос игорь от саши армия мистерсов от знака кстати как вам лично я не смог досмотреть ой говно боже мой а чёрт я другой ай блин вот это я облажала сейчас я думала что лигу справедливости я думала сейчас это как это в сердце тебе просто кинжал вот к нему прокрутим мне хватает друзей которые не совпадают со мной по вкусам поэтому я уже привык потому что некоторые вещи я могу вкинуть вау ребята как офигенно это например какие вещи ну я вот ту же лигу справедливости зака снайдера мне прям очень понравилось двое моих друзей такие ну чё-то как-то не троечку я кстати тоже очень много отзывов видела и в основном все плюются мне вот интересно как ты считаешь почему я думаю что потому что не смотрели все целиком в плане но в плане если мы прям про звалигу справедливости говорим то это часть одного большого произведения и условно когда я до этого смотрел два предыдущих фильмов человек из стали и бэтмен супермена на заре справедливости я такой ну ладно как бы окей боевичок такой миленький вот а тут я подготавливаясь лиги справедливости я пересмотрел все фильмы подряд в два дня в режиссерских версиях и у меня сложилась картина как это все должно быть работать почему персонажи делают те или иные вещи как это все в целом здорово сочетается то есть как бы в отличие от marvel я думаю что возможно причина как раз в этом что марс перебью извините я где-то на минутку отойду и приду в отличие от marvel которые привыкли условно подставлять такой достаточно аккуратный сделанный контент который в принципе можно смотреть в отрыве я думаю что у всех есть родственники друзья там мама папа кто угодно кто смотрел отдельные фильмы marvel такие блин класс например матушка почему-то очень любит тора и при этом и при этом вообще как бы не смотрела ничего еще ой я хочу третью часть тора посмотреть игры ты другое смотрела нет не надо и marvel можно так смотреть а лига справедливости она не работает абсолютно если не смотреть предыдущие фильмы в одно примерно время и не вглядываться то что там вообще творится я думаю что поэтому как бы но многим не зашло вот но это не точно ребята напишите в чате как вы считаете как вам вообще творчество азака все вот парами облицов это конечно такая пошлярина порожня боже мой типа кто мог подумать что фильме боевике лучшее что там есть это бывший рестлер как актер как актер ну типа дэйв батиста очень классный актер внезапно и когда во всем фильме я в целом читаю фильмы про зомби одноклеточные но это мое личное мнение никому не навязывать но когда фильмы как бы в блокбастере в шутане лучшее что в нем есть это актерская игра бывшего рестлера у меня много вопросов ну да да тут я с тобой конечно согласна вот мы и начали говорить про кино и блин тут как раз вопрос про кино мне срочно нужен дима сейчас он придет и мы ему как закинем пусть рассказывает что там такое что за вопрос на самом деле ребят на этот вопрос меня не у меня был мне было сейчас слышно да зашибись это был вопрос от нитро как люди приходят в индустрию игр фильмов с чего они начинают на самом деле мы сто раз отвечали на этот вопрос мне кажется тут интересно будет именно про фильмы поговорить но игорь давай-ка вкинь что-нибудь про индустрию игр ну я могу только свой личный опыт рассказать я пришел в нее просто потому что я любил играть в игры и одна из этих игр собственно дота дала мне возможность войти в индустрию условно заднего заднего то есть я думаю что ключевое это просто делать то что вам нравится и старайтесь это условно переводить из хобби в профессию потому что я очень долго работал в стол у меня типа там очень много наверное работ которые никто никогда не увидит потому что они недоделанные ужасные и на самом деле нигде нам нужны кроме практики всего а я люблю выставлять свои говняшки потому что я могу те которые не стоило бы выставлять да нет все на самом деле стоило бы выставлять даже если они не стоят того чтобы остаться в веках они все равно выполняют свою функцию давая тебе количество некоторое количество экспириенс просто факт представления я уже очень много лет надеюсь однажды заведу себе группу буду там свои говняшки выкладывать все никак руки не доходим в чем же проблема это дело одного клика да сейчас это не дело ни одного клика это дело многих кликов во первых надо любая группа работает только если у нее постоянная активность если это группа одного автора условно они сообщества выкидывать в инфополе одну работу в месяц ну можно конечно тогда это смысл не имеет ну наверное у меня нет своей группы я не могу в этом плане тебе ничего сказать группу заводить надо пока еще молодой да дал бог 3d даст ну такое такое точно точно так все это и работает а вот кстати в какой момент надо заводить свою собственную группу а ну-ка давай тот момент когда ты можешь поставлять туда контент с периодичностью 2-3 работы в месяц ну подожди вот о чем ты говоришь есть много примеров когда ребята заводят группы и постят например туда просто свои спецкульпты ну это тем не менее тоже у меня просто сейчас нету спецкульпта до этой недели нет ну это понятно но я к тому что что-то слишком обороты ты берешь такие маленькие маленькие ребята кто-то из вас кстати группу держит просто интересно я знаю что на прошлом стриме был чувак который группу держит ага ты можешь назвать его имя перетрем ему костяшки или нет или не будем делать вид что хорошее видео это гудвин по-моему а гудвин у него по-моему группа есть да он был он был да знаем такого человека есть такое да он еще привет передавал диме ага есть такое ну ничего когда-нибудь тебя это тоже коснется будем ставить тебе лайкули Дима нас бросил короче ребята все расходимся вот такие такие у нас дела кстати кстати игорь у меня к тебе такой вопрос опять же буквально недавно смотрела стримы всяких художников и значит кажется панфилова или не панфилова по-моему панфилова сказала кажется что вот у нее там например выйти на какой-то определенный уровень ушло семь лет на это или восемь на тот момент стрим не новый вот но она сказала также что вместе с развитием графики компьютерной повышается уровень скорость обучения новых художников и что на ее уровень можно выйти при такой хорошей серьезной работе года за три-четыре как ты думаешь смотрел самый чисто как бы гипотетически конечно да с другой стороны я почти уверен что у нее не то чтобы очень много примеров людей которые до ее уровня вышли за три-четыре года потому что уровень то у нее ого-го вот ну тем не менее это ее слова сейчас сейчас просто очень многие вещи которые раньше были супер важны и очень многих отпугивали стали намного проще меня очень долгое время отпугивали топология на меня сейчас конечно отпугивает но раньше это все как бы вообще выглядело ужасно просто и текстуринг ну что готовы чтоб я показал да конечно и текстуринг соответственно в фотошопе по картам прости пожалуйста дай мы закончим мысль Дима мы все возвращаемся давай вот и текстуринг в фотошопе по картам это конечно отдельное приключение а сейчас открыл сабстенс текстурки быстренько забейвил в мармасете который вообще почти не ошибается ну типа там раньше в этом x-normals это была стрельба слепую сейчас в мармасете ты нажал кнопку все сразу видно все хорошо все красиво что-то не понравилось ползунок подвигал стало красиво соответственно зибраж тоже это буквально волшебная палочка раньше чтобы сделать персонажа доставай свои поганые полигоны делай из них модельку под турбо смуз сейчас ты длинные намазал и все хорошо так что да я думаю что чем быстрее но опять же чем дальше мы продвигаемся тем запросы растут сейчас уже как бы не важно насколько ты хорошо моделишь если ты моделишь скучно тебе нужно уже какой-то концепт подключать и качество текстуры тоже вот это вот все ну да наверное это прав согласна ну что Дмитрий настало ваше время да я уже тут видите пока вы болтали я тут помоделил тоже так смотрите сразу что мой сын он загорелся поработать в блендере но так как он ну знает там две кнопки на самом деле он решил сделать вот такого персонажа да и он его сделал это видео его он его сделал в блендере но сделал он его из точечек из таких кубиков прикольно и он вот так вот собирал их он считал сколько они там я ему показал одну только привязку и вот этот он сидел две недели просто не вставая и вот по пикселям по цветам он смотрел это все он делал на своем ноутбучке прикольно прикольно так что вот орка тоже можно сделать без знания анатомии вот звучит клево а он сам типа дизайн нет почему он нашел картинку вот эту вот пиксельную он не умеет даже подкладывать она он постоянно вот так вот перек у него один экранчик он вот так вот перекидывал смотрел читал прикольно ну так что вот я и похвастался слушай она классная передай ему нашу уважую он короче сидел продолжает в общем он и сейчас за принтер отвечает у меня хе-хе-хе ну вот если у тебя нет достойного подмастерья ради его просто хе-хе-хе слушай здорово передай ему от всех нас очень больших успехов он молодец нам понравилось все я его засветил он теперь будет всем хвастаться в школе они же теперь такие все ребята напишите как вам работа сынишки как сына зовут Егор как вам работа Егора Кононенко ну-ка поделитесь мнением пока тебя тут не было вот поступил вопрос от нитро вот он такой двойной Игорь на первую часть ответил тебе осталась вторая как люди приходят в индустрию фильма с чего они начинают не знаю на меня на меня просто вышли для некоторых было важно что я умею лепить руками конкретно для этого режиссера и потому что режиссеры часто ну видят только ну как скульптор он типа вот он умеет значит он умеет с формой обращаться и тому подобное так же как и было с тем же Саймоном Ли что он умеет с формой обращаться именно понимает объемы понимает с каких ракурсов нужно смотреть что иногда лепить нужно через три четверти отслеживать эти всякие вещи потому что многие трехмерщики они лепят вот так вот все время а под ракурс они никогда не ставят из-за этого культура получается очень скучная да для фильма я попал из-за своих из-за своего умения лепить именно в настоящем материале в смысле из-за глины или что ну глина пластилин там нету разницы ну вот например вы же знаете да например есть фильмы тот же ну где Саймон Ли тот же Пацифик Рим или Конг или еще что-то все концепты ну им были как бы сделаны сначала законцептированы в глине и режиссеру так легче понимать чем смотреть на экране он видит живого он может посмотреть и пощупать да как-то посмотреть под разным светом посмотреть его какие-то там ну какие-то очень прикольные детали а вот такая презентация она не очень выигрышно и лепить концептики в рио материале намного как бы ну прикольнее и быстрее прикольно вот этого я кстати не знала я сейчас объясню даже почему вы же знаете все джурабаева да а вот чтобы мне сейчас вот из этого персонажа сделать глиняного да мне нужно закинуть его в блендер купить у джурабаева эти шейдера накинуть на них посмотреть как они отрабатывают и сделать куча рендеров а когда я леплю там например в ncp в ncp не монстр клей в ncp там с печкой каждый мой мазок это и есть шейдер от джурабаева я избегаю избегаю джурабаева делаю джурабаева вот так вот в зебре тоже можно это делать это можно делать но еще раз говорю это происходит математически кисти все похожи вот и ну такой момент ну я думаю что это немножко изменится когда станет еще более популярная печать быстрая популярная дешевая ты можешь свою штуку напечатать быстренько за вечер но напечатать а потом правки как делать вот пришел режиссер да ты ему покажешь печать он говорит а можно вот тут руку поднять такой бы нет ну запросто как перепечатать и сколько он ждать будет до следующего вечера а а а а или опять же потрогать она такая какая-то теплая ламповая но это опять-таки же мои такие да какие-то рассуждения вообще скажите почему он гонит там и тому подобное то это как бы прикольный вы же даже знаете вот этот вот момент с с годов варс грассете когда они там искали форму он пошел залепил этого кратаса дома принес его и все было встречено на ура и они стали работать уже по его как бы вот этим формам я так увлеклась чатом ребята что давайте давайте что там ну а что там там много положительного про лигу справедливости ты пропустила это но тем не менее игорь журят тебя журят за фильмы про зонби вот и очень много доброго посыла для Егора вот так что передать ему двойной так вот это единственная вещь которую я взял со своего старого проекта ну куда же мы без черепов черепушечки да трону черепов ну я смайлик заменил и соответственно да у него у него лучше пусть будет вот ну куда череп это же всегда круто нормально ты кстати часто прибегаешь к реиспользованию своих старых моделей если это коммерческий проект очень быстрый то да то да если же это свой проект лучше лучше нет но у тебя я так понимаю основном коммерческий да я использую конечно потому что это быстро я же не такой ой знаете я сделал череп заново из-за этого заплатите мне больше это никого не волнует ну тоже верно с одной стороны кстати говоря ребята а если вы делаете какую-то работу например и вы решили добавить что-то свое такие типа вот посмотрите какой я крутой я сделал заказчик кто ну да это выглядит прикольно такой дайте бабок это работает в смысле ну типа ну типа ты привносишь что-то свое это заходит и ты такой типа ценничек пожалуйста увеличите мне кажется таким кто не занимается не занимается да ну типа это ваша личная инициатива оно конечно да выглядит лучше но мы очень рады что вы выкладываетесь в наш проект спасибо Дмитрий не у меня такого не было но у меня например если сейчас я над каким проектом работаю да там например есть некий концепт есть некая ну договоренность какая там поза будет с человеком но если я чувствую что эта поза лучше именно по позе да она выражает характер персонажа то соответственно мы обговариваем это на берегу да и я я вношу это все потому что часто кстати для поз выступает моя супруга я прошу ее попозировать отфоткаю это все вот и вот например дэдпульша который у меня есть там прям вообще все было ну да это очень удобно мы такие техники там применяли там вообще просто было так прикольно очень и очень а то оно прикольно кстати ты кстати не используешь 3d сканирование для таких вещей ну у меня нет же сканера ну вот телефон фотоаппарат поехали я пытался это делать очень долго это все муторно и ну как то нет я наверное не использую это ну как то нет давно пытался сейчас я недавно видел опять же блендер где чуваки типа просто делают десяток снимок загружают очень очень сротенькую но 3d модель которая передает форму так что может надо попробовать ну не знаю используешь так сказать подручных людей вокруг не знаю я как то так привык мне так прикольно это некий такой игровой процесс мы вчера разговаривали там о том что ну как я там провожу да там семьи какое-то время ну такое бывает иногда но с дедпульши мне очень сильно помогло кстати насчет мощности компьютера вот этот пульши она была очень огромная по по полигонажу и но я делал это все на ноутбуке то есть ну на самом деле можно работать в браш чем хорош можно работать абсолютно как бы но на самых таких простеньких до каких-то как-то устройство но добиваться достаточно нормального результата ну там чем чем слабее устройство тем больше надо танцем с губами да да но я говорю это возможность да это не как в сабстансе тебе просто скажут янки гол полнотип такого не может пришлось вверх сейчас некоторые скажут что дима делает там же можно было засунуть в эту в кисточку да к сожалению я не буду этого делать это долго сделаю это так и потом и что хотите делаете со мной я умею это делать но сейчас не будет суету наводишь я просто сразу контрак какие-то там аргументы и давайте если что есть какие-то от вас лично я выслушаю какие-то что не нравится я люблю такое слушать и мы можем обсуждать но именно в плане то что я сделал до такой как и беседа до людям ну-ка интересно давайте попробуем ребят напишите пожалуйста нравится ли вам то что у нас получается и что вы считаете может быть стоит что-то только без оскорблений на давайте будем друг другу как-то называется вежливая толерантных во всех смыслах вот оскорблять это вообще последнее что стоит делать а помните я начинал говорить про рендеру почему у меня сразу такие такие но вы же знаете что трехмерщик особенно ну наш там я не знаю как вот как вы там например но я собираю некие ачивки ачивки это наши аварды игорь ты собирал их когда-нибудь да нет конечно я не совсем понимаю о чем ты что ну типа аварт на рендеру на главной странице на zbrush и когда вот высвечивается он уходит в спящий режим zbrush там выходит твоя там работа да например видели да такое вот за мою карьеру я побывал везде но не на рендеру и я я уже просто я уже даже не знаю что сделать чтобы то высокое жюри на рендеру оценила ну мое творчество забавно ну вот что случилось то все таки почему такие отношения с рендеру не знаю ничего не случилось нет просто любая работа которая там мной выставляется это ну какой-то шлак да кстати спасибо насчет соска я увидел его потянула слишком он хоть и растягивается потому что рука поднята не настолько спасибо вот и как-то вот там все время такое все токсичное не знаю как-то меня это огорчает но увы мне кажется без этого просто люди не люди везде есть токсичные люди они есть в россии не за рубежом ну в снг мало культуры то насчет она придет но пока не пришла ну не хотелось бы конечно кидать тапки лишний раз в снг и в россию но есть такой моментик к сожалению есть вот мы надеемся даже мнение ты говори да токсичные но я хотел сказать что я надеюсь что это наше субъективное мнение у ребят другой опыт вот как-то так получилось что здесь нас и сказали что орг добрый смотрите господа вот каждый наверное художник это вот относится до что он как работу пропускает через себя и у меня почему-то вот такие вот они получаются да ну не знаю хорошо это плохо я не могу делать какие-то гадства гадские да они меня все время такие вот они решили решили вас вылечить пилюльку дать не знаю ну мне так кажется может кому-то покажется он злым но вот он такой вот ты мне сейчас просто нож в сердце воткнул и провернул несколько раз насчет чего ну потому что я наоборот делала всякую мразотину вот всякие демонятину а кстати давайте поговорим у кого есть вот ну какой то вот вот прям давайте три например зарубежных зарубежных до художника прям художника можно там трехмерщика художника которые прям вот ну вы прям считаете что это ну прям для вас это прям вот круто он вам очень нравится может еще как человек может быть как-то его работы да то есть есть такие вот у кого-нибудь да я давай можешь в чат кстати писать если что может потом посмотрим ну мне очень нравится целая куча всех давай тройка как люди топ-3 окей я думаю что из 2d это little druid так и чем это александра печенки мне прям его арт безумно нравится невероятно хорош ну это уже ты один бонус уже все мы на трех решили сойтись пол ричардс не никогда не слышал надо пол ричардс я думаю что слышал это концепт художник дарксайдерс и кучу-кучу комиксов прикольно диабло там он прям невероятно хорош так блин сложно думать хорошо расскажи пока про себя эти вот тут кстати в этом в чатике вот прям мой самый топ вообще это карлос хуанте карлос хуанте карлос хуанте запиши к нам пожалуйста это в дискорд карлос хуанте это лицо вообще всей фантастики фэнтези индустрии то есть это люди в черном это пришествие если вы знаете прибытие с этими камнями это она это пикачу это все что вообще вот есть на экранах это он и от от его арта от его демонических вот этих всех вещей исходят вообще все художники мне так кажется это он а потом конечно же саймон ли как концептер как трехмерщик да вот это прям очень бомбическая вещь этого я даже и не смогу наверное сказать но вот эти два сама они самобытные они очень самобытные они мне очень нравится а вот третий даже не смогу сам себя похоронил да 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 но я я просто думаю я я просто думаю кого же я могу сюда кого же я могу и и скульпторов это есть братья шифлеты не знаю таких даже сейчас купят классические скульпторы а алекс роз вот давайте давайте тогда наверное я сейчас могу сказать наверное алекс роз чем братья шифлеты потому что да скорее всего алекс роз он более такой классическая школа но ну вот да наверно вот оставим его но карлс фуан ты самый короче ну-ка ребята в чате поделитесь к своими кстати почему-то казалось что ты назовешь сайбор телезинский вообще не знаю кто это он делает миниатюрки в такой очень много зеленки да 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 нет 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 никак нет вот он он в моей тройке очевидно сидит у него прям потрясающая работа с форумом давай еще задань ему он чертовски хорош вот вот да ну да похоже зеленка стандартный материал а конечно это бликовать с того иначе мнения я я все время меняю чтобы смотреть как он а тут был вопрос какое у меня перспективное искажение если сейчас вы видите у меня я работаю без перспективы но если же я работаю без перспективы не всегда это нравится выражение но наверное мой какой там такой небольшой опыт мне позволяет если я в перспективу включаю что он не выглядит как обшлепашным каким-то а есть бывает так лепишь лепишь если ты объемы не учитываешь и он превращается в какую-то какашу вот ну вот такие вот дела кстати вот орбовские кисточки да ну я вот я опять таки же повторюсь то что я выступаю за то что ну я я все покупаю на я как бы не стараюсь и не ну и это правильно покупать да что у меня нет каких-то и это правильно ребята все программные обеспечения у меня на компьютере вплоть до windows до хрома у меня куплено все можно купить хром ну как иногда помнишь ну наверное когда ты ставишь там пиратскую винду или что-то у тебя только все только официально это это хром не просто никогда не ставил хром нет я ворвусь игорь одно слово просто этот вопрос висит и я просто у меня уже сердце разорвется если я его не додам даниэр успехов игорь свой любимый персонаж доты быстро раз-два-три тени дум нюкс ага и на все ты делал скины на нюкс не делал на дума не доделал нюкс это первый который зашел ну типа я просто начал делать на того за кого я играл чех понятно но это прям топ-3 мы постоянно гоняем ну ладно гонял когда играл и мне кажется самое приятное в плане геймплея лично для меня окей у меня чё не спрашиваете блин я играл доту сказал что не играл я играл я не говорил что я не играл доту я говорил что я не играю сейчас окей хорошо как у тебя любимый реки реки ну вот этот как он реки мару или как он реки мару да а я в доту не играю я не знаю что там за персонаж это кстати отличный пример того как эволюционирует игра с приходом новых художников в плане не играю графический стиль то есть раньше персонажи в доте были ну такие как бы мягко говоря простенькие потом у них пришел новый художник позицию ну короче на общего арт-лида вот и стал немножко меняться направление персонажей вот последние эти ребятки которые далеко не всем зашли не вот как раз в новом бейни не очень отличаются от того что было раньше мне вот лично не очень нравится но встречал немало людей которые прям говорят что наконец-то наконец-то не туда кто-то кто-то классно мне кажется что дота это прям шахматы двадцать первого века не обязательно именно дота но в целом киноба игры или футбол двадцать первого века у меня долгое время батя смотрел доту вместо футбола чемпионат а кстати если насчет игр на я ну вы же знаете там все коджима гений коджима гений это там и вот вышла вот эта вот игрушка как она дэс трендинг давненько уже да я такой думаю ну надо же посмотреть чуть-чуть за коджима гений и я прошел ее на ютюбе я не понял не для того чтобы на ютюбе ходить нет я сейчас объясню одну вещь я достаточно много в свое время прочитал книг им и именно у фантастических и не фантастику как бы книг ну как бы фэнтези люблю фантастику эти дани дарю донцову не читаю вот и и я все ждал какой-то ну какой-то сюжет до какой-то вот что-то такое что меня зацепит ну потому что как коджима гений он же славится именно вот этими вот сюжетами да и я такой короче это какая-то дарья донцова вот я не понял сюжета нет особого какой-то как сказать интриги нету ну это вы можете меня конечно сейчас убивать но я вот как-то так с этим то мне кажется это все как бы дело вкуса некоторые говорятся никто не спасибо заметили начал сексурить блин чех заметили конечно of course полипейнт где эту текстуру ну типа фактура же но я накидываю потому что без этого он начинает жрать достаточно много если нет фактуры накинутой пир первый дата ойдать фактуре текстуру сказал какую-то глупость тогда если это и нет фактурки дальше накладывать что-то будет это может не так выглядеть сейчас секундочку я на самом деле я очень не хочу у тебя ускорять но мы уже три часа практически давайте давайте сейчас мне дайте 10 минут и я закончу хорошо хорошо давай ребята по поводу будут того будут мои работы на фидбэке или нет во первых 10 работ уже набраны вот но мы помним про бонус мне объективно ничего показать если дима конечно захочет у него станут все останутся силы я могу ему сделать более-менее готовую головешку она правда не до конца доделана вот это уже зависит от димы захочет ли он еще немного времени потратить раз уж вы так настаиваете потому что я смотрю там никто уговориться не может вот ну посмотрим посмотрим и да я реально не играла в доту чуть-чуть поиграла в лол не поняла выключила и пошла играть в ход да это все игры для компании играть доту в одиночку извращение я согласна ход тоже вот я просто так исторически сложилось что я играю в него уже 56 лет и как-то он не стал родным хотя он говно что это такое такая же моба только вот близзарда и там хирус ниверит нет хирусов за 100 а вот это то же самое то же самое только там эти персонажики типа из вот этих вселенных ну да только дота сложнее комплекс неинтересно это хирусов за сторону более одноклеточная ну неправда мне нравится в ход все то что там коммунизм потому что в доте ты сидишь один такой заходишь и вот начинаешь всех всем валять а там если вы не работаете в команде то вы все будете так жестко вообще просто это самое что это дело такое командные игры это большая проблема потому что на киеве команду особенно если ты не очень шпреха по инглишу и тебя закинуть с русскими отдельный вид мучений так не 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 с русскими хотя конечно через чат понять откуда человек родом очень трудно можно у мамы спросить конечно на их всех явно знает но он не себе ведь как я быстро 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 детализирую у нас осталось 10 минут 9 хорошо вопрос от lion song а мне еще интересует вопрос как считаете как бы выглядели скульптуры античности когда они были раскрашены уродливы или норм для меня скульптуры античности это просто вечный идеал поэтому для меня они всегда будут норм не неважно хоть там я не знаю облей их чем-нибудь я все равно подойду вытру и скажу что они лучше всех вот но я думаю для своего времени они были топовые что думаете ребят дело лучше это как-то звучало сейчас в контексте нынешних событий не очень согласен цветные отстой белые уже ужас просто господа я осуждаю тебя осуждаю но я подлил немножко обкинул на вентилятор я в целом больше люблю без дополнительных вещей чисто даже серма трендер иногда были немного эстетичнее чем неловкое раскрашивание что значит неловкая мы же не знаем как они выглядели может быть они были настолько шикарной смысле мы знаем там не отече структуру относительно сохранились в цвете относительно ну они все равно выглядят ужасно как бы их не раскрашивали тогда как бы цвет не был как так чтобы очень освоен но не знаю я не могу анастасия мне вопрос так я уже забыл а да вот эта фигурка нужно ее можно потом отдать ребятам что за против там на печать если кто-нибудь распечатает ребят пишите в чате заберем орка у димы напишите я его смотрите я его выставлю бесплатно в арт-стейшене и но если хотите если не хотите то не хотите ну вот славно напиши чат хотим орка не хотим а пока что вопрос от дианы бадирю что важно в компе чтобы на такой высокой детализации плавно работать оперативка или видеокарт сейчас невысокая детализация это фигня вообще игорь может подтвердить сейчас нет детализации абсолютно никакой 17 миллионов а я не знаю до 14 но это совсем и у меня тут вторая тушка и есть еще то что я хотел сделать но не успел и она умрет со мной если в кресле в кратце по железу зебраж вообще плевать какая у вас педиокарта встроенная в ядро только процессор только оперативка короче то и то важно ребят на самом деле вот так что оперативка гораздо важнее потому что условно пока вы моделите процессор не задействован он работает только когда вы крутите модель потому что пока вы можете это считает 2d но давайте смотрите как проверим можно проверить сейчас у нас буквально 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 посмотрим чего он использует блин да где же ты он боже мой на 5 задач пока вы там ищите спрашивают кто у меня любимый перс исход с у меня много любимых персов я играю на ангелах на валире на этом господи как его назвать зверк такой однолапый вот на танках играю на хилах играю я вообще просто универсальный игрок вот смотрите вот температура процессора я поворачиваю она изменяется значит он используется вот сейчас мы его успокоим если я сейчас делаю что-то то в принципе не влияет видно ты можешь ты можешь диспетчера задачи но они я просто вот поэтому смотрю ты был прав все ну да я просто не знал об этом я не знал и из-за этого я благодарен что я получил такой некий экспириенс за все это то что с вами пообщался мы тоже рады на самом деле хорошо что ты пришел вот отлично провели время и еще раз если кто-то захочет орка он будет варсейшн но он будет все-таки доделан тут волосы я в чате кстати написали что хотят халява да да ну если если особенно где-то потом кто-то заберет его найдите меня покажите как он вышел хорошо делите его не буду я его дома вместе с базой и все это будет однако тут особо делить не надо потому что все как бы уже так и сделано мной чтобы вам было удобнее его распечатать если у кот у кого еще фото полимерка там вообще будет легко вот так что ребята ждите вот заберем обязательно ссылку у дима опубликуем но так что вот дим ты нам тогда скинь ладно мне или лизе кому-нибудь сейчас сейчас мне вот чуть-чуть вот здесь вот я под доведу и будет пока что вопросы из чата михаил бычков как они я видимо прямо греки могли в древности делать такие идеальные скульптуры ткани и тела брали модель смотрели на нее и делаю до стиля это упражнение был один прикол особенно со всеми из вообще с греческими мастерами из микеланджело он просто с трех лет был под мастерем не мешал там краску или что-то нюхал там всякие растворители и был у него все время и наставник потом ему давали там расписывать стены и шестнадцатим годам он был таким мастером мастером которых сейчас и повидать не было и они были в семье примерно все равны а он оказался просто предприимчивый и все работает как бы надо главное оказаться в нужном месте нужно время как бы это важный навык прежде прочим которые также тренируются так что как говорится дерзайте что таких для пор спрашивает тупит он блин я сейчас к сожалению не могу не помню как этого человека зовут сейчас не найду это 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 название папки это целые skin brush у меня на зубе я получилось оригинально да это это пак который я покупаю постоянно обновляю и он не очень помогает в работе я прям тащусь от этого но если что-то вот такого вы выходит да вот ну чуть-чуть что-то такое то туда то мне это помогает я сейчас если по как бы почему я прорабатываю лицо мы сейчас на него только будем ориентироваться череп я скорее всего беру потому что по композиции он перетягивает на себя и там будет смайлик ну не смайлик или что-то другое я просто постоянно смотрю и он на себя перетягивает и это не не есть хорошо да то есть вот это вот он основным должен быть как бы элементом композиции вот мы отсюда идем и все время как бы по спирали двигаемся волосы тоже поддерживают от клыка мы идем вот такой вот дугой то есть мы идем вот так в работе в нашей из-за этого я с удачи сосредоточил все свои силы не просто у него есть форма то есть если уж на то пошла сейчас просто некий там экскурс все подвержено форме достаточно простой кристалл и плоскость почему я именно работаю так почему потому что я знаю некие хитрости которые а что это за хитрость ну просто классическое какое-то знание знак как 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 скульптура строится почему так именно делать значит я же объяснил примерно что у наш вот взгляд сюда будет потом мы просмотрим сюда и сюда если мы вот здесь будет череп мы на нем застрянем и мы не сможем дальше двигаться кстати говоря в чате пишут что вот череп вроде в тему череп в тему потому что это некая сакральная вещь и вы на него будете обращать внимание черепа всегда хороши потому что это отдает сакральностью это здесь не нужно хорошо и на что ты его заменишь на смайлик татова без смайлика не знаю рок там не знаю игрушка детская какая-нибудь он же добрый меня ну давайте на основной нет сейчас вот последний штрих и я сделаю я сейчас сейчас буквально мне нужно наверное наверное вот они не могу я без этого ну-ка ну-ка нас ты скажи он похож на самура исходца да не знаю не похож на самура исходца он больше на этого похож на трала кстати очень она я бы не сказала да еще такое я не использовал здесь ни один референс не один абсолютно ну раз говорю да ну как-то анатомически я что-то просматривал перед перед именно работой до чтобы чтобы понять что что можно я вчера сделал анализ почему я начал исправлять да например и вот сейчас я вот вижу сейчас еще последний извини не анастасия но нужно это сделать если я этого не сделаю я себя буду корить просто так не нужно я очень плохо разбираюсь в этих кисточках потому что они все время такие и даже такой-то пойдет кое не пойдет почему-то пор и пор и вот это нос он более такой все время у нас пупырчатый я работаю без слоев так что не могу это особо контролировать но пусть что будет и контрол за этом не пользуюсь в основном а почему кстати это какая-то философия нет сейчас просто это долго потому опять буду возвращаться опять все это типа не понравится зачем это да тут ну все но все господа я не буду дальше будем делать фидбэки да ребят мы переходим к фидбэку ну что ж орка мы закончили напишите ваше мнение ребят получилось неплохо на мой взгляд очень интересно услышать получилось хорошо я бы сказала классный орг мне нравится напишите ваше мнение пожалуйста что вы думаете как у нас там как вам вообще наш сегодняшний разговорчик а мы постепенно переходим фотошопе будем рассматривать да нет а как ну фотошоп я не могу себе позволить смысл так как вы не работаете смотреть сейчас скину ссылку хорошо отлично сейчас я насчет торка еще можно его куча куча времени детализировать но остановимся на нем все как бы скинула ссылку в дискорде открой пожалуйста это в комментариях же пешки кстати вот он концепт был на главной странице да ну вот да примерно такое получилось слава то что хотели то и получили так открываем так ребята я вижу в чате просят работы на на фидбэк давайте договоримся что ребят ну не честно это получается по отношению к другим мы проверим сейчас те 10 который у нас есть если у димы будет желание а вот это я считаю что мы не должны больше брать работы потому что ну это не честно я думаю что желающих больше чем один и мы сейчас делаем поблажку кому-то одному а кому-то другому не сделаем это некрасиво ребят я сейчас бьюсь с 4к монитором не могу перенести приложение но получится не покупайте 4к мониторы это боль вообще моя боль или просто ужасная чем у меня все разношерстные монитор у меня вот 4к псевдо 4к и это прям очень плохо они все разные формации у меня есть еще синтик да по моему называется вот эти мы не поговорили кто на каких работает на синтиках или на энтеусах или на каких-то нах и называется я не буду говорить слов получится может матерно и даже как а какое есть ну предпочтение до у людей так давайте я имена не буду называть и ну просто вот такая работа и да она достаточно интересная ну еще раз он просто не детализированный начнем с этого он просто как заготовка хороший вот он хороший и ну с этим можно работать но просто как какой-то как сказать но какое-то начало работы вот вот сейчас сразу по если ну так не буду я сейчас как-то долго по анатомии там ходить ну давай договоримся что вот основные вот здесь вот очень прямая ключица у нас ключица если сверху смотреть вот есть грудная клетка сейчас подожди давай по основному у нас тут есть грудная клетка короче то есть ну вот она должна быть немножко вот так включиться идти соответственно там захватывать должна ну вот как так коленка коленка вообще просто это обмылочек нет коленной чашечки нет большеберцовой кости она она всегда должна быть видно здесь вот так вот тут по ощущениям работа сделана из это болванки ну я сейчас нет и не оцениваю я оцениваю где можно подтянуть вот это вот эта часть очень большая по отношению я тебя очень прошу не стирать свои исправления и можно тебя попросить пожалуйста каждую картинку сохранить и мне отправить хорошо хорошо ну коленные чашечки нет нет большеберцовой кости нет этих косточек здесь вот это висит как палка они нет динамики и ну какие-то такие вот вещи да вот это очень большое здесь вот элечка здесь с . по руке ну large и s small то есть это больше чем это так как не должно быть вот здесь вот пальцы висят воздухе парят они это нехорошо здесь просто накидано я даже могу сказать что это за текстура то есть что за кисть потом это как-то вытянута по пусть как палка это нехорошо для динамики я просто занимаюсь именно постановкой в позы персонажей и конечно же там грудная клетка там что-то надумано вообще также с большой здесь не хватает большой круглые мышцы там потом маленькая вот ну соответственно тут из гкс ключичные сосцевидные грудинные мышцы вообще ее нет практически ну такие базовые анатомические здесь можно много рассуждать я прям могу там куча куча но вот такого типа самое что меня это как начало хорош потом просто это какие-то ножки для уточки до получились ну ничего нет ни сочленений ни каких-то никаких-то ритмов нету просто вот как-то как-то вот так вот давайте я сейчас сохраню хорошо вот это или тогда скриншотами и можешь не я к себе тут у меня есть приложушка пиориев я кидаю потом потом как бы мы решим на самом деле было бы значит круто мне прям в личку кидать в контакте о в контакте или в дискорд и в контакте в контакте прям вот швыряем они их туда блин давай сейчас попробую я а у меня нет же тебя в контакте как это нет не может может быть да да ну тебя ну как не может быть ну как я проверю буду ругаться на тебя есть есть то у меня чего рассказывал напиши мне что-нибудь вижу 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 вот тут и не написала прям туда давай прикольно прикольно я же помню что есть посмотрим придет ли тебе сейчас скринчик да вот пришло вот эта работа да я на нее долго смотрел и не мог ну что-то такое блин сейчас придумать что можно было сказать мне и давай только по дизайну коснемся что вот вот здесь старуха а здесь молодая девушка и меня это очень смущает глаза слишком много бликов я я не понимаю да вот просто нас такие вот у анатомии можно куча всяких внести каких-то вещей но непонятно почему во первых глаза с шейдерами что-то здесь как будто какие-то стекляшки непонятно не я думаю что это бельмо специально тебе она бельмо так не выглядит глаз я про глаза могу много рассказать как их моделить как их делать то есть вообще такая отдельная тема не достаточно так нормально разбираюсь это 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 не бельмо это не катаракта если уж на то пошло не помутнение кристаллика это другая вещь очень не нравится вот есть как какие-то вот одни такие вот плавные вещи да какие-то морщины и потом какие-то резкие такие вот рубленные детали вот губы подчеркнуты резки вот это вот по сеточка наша вот здесь вот ну то есть вот вот ну особенно волосы это тоже непонятно что но это это такое лично моя вкусовщина вот вот эта часть очень нравится очень нравится я прям вот прям можно там топ сделать она нравится мне сама наколка как она смотрится вот этот вот 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 так вот все отлично а вот здесь смотришь нет при том что она какая-то если даже на ритмы посмотреть вот есть раз ритм 2 ритм 3 и это получилось такое все опять идут ловатые она как будто ну пила ночь пила и потом встала и такое ее порос это я в старуху превратилась ну вот эти вот места так не должны быть это прямо какой-то ну ритмы так идет потом вот это вот зоро вот здесь вот видишь на то есть такая но и такие какие-то детали очень странноватые ушки все хорошо вот то что на сочетание женственности достаточно юного тела юного хорошего тела здесь прям все хорошо и лапа и поключиться нормально что вот это вот часть от грудины она пошла вот сюда на груди но это прям отлично сделано там еремная впадина все все отлично а вот здесь она в старуху превратилась не знаю может это какая-то метаморфоза что она вот так вот как бы превращается в такой такая задумка да но для меня как у такая личная вкусовщина это 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 я бы здесь лучше увидел красивую но более злую а здесь она некрасивая здесь бабка вот такое вот как бы ну вот виде по этой работе наверное все здесь спасибо да господа и дамы если я там рассматриваю пожалуйста не обижайтесь то что я вот так вот говорю кому-то мы пришли для того чтобы быть я когда не буду переходить там на личность я просто говорю что вот вот это прям шикарно сделано коняшка вообще крутая а если человек это нарисовал сам а не взял с интернета паттерн он вообще крутой он ему не надо заниматься трехмерка ему надо рисовать картинки окей да вот это вот это к сожалению блин присылают мне по много картинок и я не знаю что мне там есть некоторые работы просто по две картинки выбирая да 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 я просто не знаю как а ну выбери которую такое почему такое произошло копия мэйдж копия мэйдж сейчас да сейчас сейчас секундочку я я заплатил вчера за эту программу 249 рублей о страшно да это скорее всего берсерк до ну какой то есть мультик сериал берсерк это был типа спецкульпт не любишь но первое руки шланги понятно да я не буду на этом акцитирс там есть косточки у нас локтевая предплечье там лучевая плечевая и локтевая вот здесь не должно быть такого это руки шланги это кстати в играх очень часто встречается особенно когда там и в играх есть это видел игрушки там девушки там сражались такие все классные сочные у них руки шланги были непонятно да вот это такое не знаю у него есть эта прическа гопника ну странно очень опять ритм один воросок похож на второе видите это но это я такой смотрите 1 1 и они все такие вот по ритму одинаковые то есть это очень плохо здесь здесь прикольно с волосами волосах я тоже могу много рассказывать но вот здесь достаточно интересно один большой локон из него маленький большой очень нормально но какая то есть история да там про плач сказали не говорить но в ткани я в основном леплю потому что они более скульптурные как заготовка как спецкульт здесь хорошо шеи может быть вот так вот должно идти здесь есть перелом из-за того что там просто по звонкам у нас так шеи не идут ну если там не какой-то качок но в основном это вот такой есть перелом форм по лицу к сожалению я его так хорошо не помню он более был брутальным а здесь такой какой-то а были ли у него еще ли эльфийские уши я тоже помню не помню по моему не было если это берсерк еще раз скажу как спецкульт это очень хорошо я наверное даже так не сделаю постки потому что спецкульт для меня это сплошные какие-то нервяки особенно если ты видишь что кто-то там в чате еще бы больше быстрее делает и лучше все можно короче готовить табуретку мыло и веревку то есть но это прям жестко жестко это я это я ну вот-вот то есть сейчас что-то что-то с кистями что-то с кистями не то не понять так не могу здесь далековано у него большой палец да нет у него не вот вот это вот странное место вот я на него поэтому и подумал да но очень странно и там как будто ему как будто вот здесь вот сломали пальцы понимаете да вот здесь что-то сломано то есть вот эти костяшки как-то вынесены их очень любят выносить но как-то они очень странно себя ведут и скорее всего я сейчас могу такую вещь сказать вот здесь вот вот здесь вот рука по сечению плосковато то есть она должна но вообще руки у нас это некие я привыкну к этому инструменту но они вот такие вот а чаще всего даже вот на проверку вот такие вот руки и здесь окей здесь не так и вот может быть вот здесь вот кстати есть некая этот арочность а вот тут что-то пропало и вообще вы видишь и вот здесь плоская данность да можно настя говорить не анастасия не я просто я сразу как бы я вырос в такой стране где можно за неправильное имя я тебя дима 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 нет это это нормально так теперь по голове он ну блин здесь здесь очень много разбора если по лицу но он такой слишком на пупсика похож такой очень а там был такой брутальный по моему мужичок от как начало как спецпульт это круто вот это хорошо детали все прям все на своих местах просто много должно быть корректировок дальше если была бы трехмерная модель мне бы легче было отследить но если сделать из него что-то крутое для арт-стейшена здесь надо копаться копаться очень долго то есть там лицо переделывать девочки на лицо даже у девочки можно заметить у нас уха вот эта часть она должна быть на середине у нее не хватает еще вот так затылка где-то ну такие правила туха она практически уже вырывается а вот здесь у нее череп ну представьте да что здесь творится да видно всем то есть у ней не хватает затылка такое и у него наверное такая же проблема ну я так я так подраздеваем давайте на нем закончим работа мне нравится как спецкульт вообще это прям молодцы кто это сделал тут молодец я тогда ребят я не знаю как я наверно просто после скульпта постом отдельным выкину там ну там непонятно же будет ну как это разберут о какой-то интересный персонаж интересный персонаж так давайте сейчас попробуем сюда закину да вот 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 это вот это вот это прикольно до сих пор вижу когда вот эти работы извиняюсь с control t сработает интересно ух ничего себе все работает как как в нашей программе знаете да про какое мы говорим так только сейчас я постараюсь как-то я не могу как как не повернуть час если кто работал скритой можете мне подсказать я извиняюсь на что такое происходит но к сожалению ладно техническая технические неадекватки я не 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 просто не понимаю с как с какой тут она не никак не тянется у меня а вот наверное сейчас как ну как какие-то такие параметры я сейчас сделаю но почему-то он у меня не хватал как как нужно сейчас посмотрю примерно подгоню он слишком сейчас высоковат пока дима настраивается ребята я не читаю чат пока мы фидбэчим потому что мы фидбэчим мы не будем перебивать фидбэк ответами на вопросы поэтому договоримся давай поехали ну лицо да по тому как он стоит мне нравится мне не нравится это вот этот вот выход мышцы сейчас где тут кисточка надо вот какой-то надутость здесь такого не бывает у людей ну прям серьезно не бывает вот здесь у нас идет большеберцовая кость здесь у нас вот мышцы которые приходят сюда к стопе и здесь они слишком вылезли то есть у него какой-то тут сломалось что то то есть вот это даже доминирует над этим так не должно по 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 пластике хорошо только кроме вот этого может быть высоковат подъем ну у ноги так может быть разные люди бывают может быть с попой вообще проблемы он как будто испугался чего-то и втянул опушку папа это когда папа это такой некий кешью который вот сюда заходит под дальше здесь под квадрицепс тут такого не должно быть из-за того что вот кстати проблема с броней это очень частая проблема что если сейчас него снять эту броню это как у космодесантника если в вархаммер 40000 под ним с учетом вот этой толщины а там будет какой-то как будто по нему молотом постучали там будет худой человек то есть как знаете в скафандре космодесантника человек не может существовать не а там слушай нет по крайней мере в приморисах там вполне себе нормально нету привались я я потому что скульптил это разбирался с этим это невозможно нам там может быть только такой очень худой человек если конечно это не срочно с человеком то это вот вот здесь есть проблема если мы с него этот снимем все при этой толщине там будет дрыщ или же там все вмято в тело ой под под вот этот вот корпус так ну это только накинуто как база хороша как база хороша по лицу знак не тот туда же можно нужно проводить анализ где глаза где голова у не настолько вот здесь вот здесь должно быть уже нужно просто для себя решить здесь есть некий кирпич здесь потом сужается у него практически вот эта часть равна вот этой части и это нехорошо ну вот такие вот как бы потом бицепс бицепс это не дыня это прям ну вообще очень плохо бицепс когда в такой расслабленный он достаточно прямой вот и это прям тоже какая-то непонятная штука вот здесь с попой как бы достаточно нормально здесь тоже более-менее а вот то что здесь это плохо надо смотреть скульптурки какие-то или как они ну сканы там там будет все это понятно как ну и соответственно тут накидывать здесь если так по по концепту и вот эта штука и вот это это но разные вещи но нами сам это знаешь потом мне кажется что вот если вот здесь такая вот рука то предплечье достаточно большой игорь ты как думаешь игорь но вот по вот этой руке достаточно худое да а вот этой почему-то толстая может туда за перспективы можно за перспективы да и еще посоветую смотрите я когда лепил орка лучше лепить вот вы сейчас все вообще кто начинает лепить они начинают перечислением смотрите такой наплечник есть один вот это есть два то есть вы идете от частности вы просто даже вот лепите в свободной манере есть тело даже откуда-то вы его взяли налепите прямо из него блоками такими прям начинайте с этим работать чтобы это покажило потом начинайте все расчленять а то просто есть перечисление на если бы вот кто это лепил быстро бы мне прислал какие-то вот вещи то здесь прям видно что у него вот этот намного больше выходит чем сюда ну если так концепту смотреть ты просто идет перечисление штаны не те мы вообще как будто смотрим другого персонажа по сути ну вот это есть такая кстати проблема когда начинают делать персонажей как-то по частям показывают а не арт-директор не проверяющий даже не может понять а чё ему смотреть-то игорь такое есть но поэтому надо делать просто прокси без деталей да 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 такое блокинг он блокинг да он достаточно который будет содержать в себе идею концепта и потом уточнять и уточнять и уточнять а здесь здесь маури а здесь этот водолаз спасатель на малибу ну вот это так вот все с ним покончено 3d принципе тоже система действует как традиционном до рисования не рисуйте там отдельно глаз а потом к нему все голом вы рисуете всю голову одновременно всю голову одновременно детализируете доводите до финала когда получается более комплексный настя ты можешь хорошо я думаю я потерял опять стоит переписку куда-то делась нормально нашел вот теперь козла козлоголовый к купим их так другого скроем попу 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 но человек наверно недавно в 3d могу похвалить что есть такие как бы смелые идеи что он не боится как бы воплощать сейчас чем блин я уже там 30 лет моделью он такого наговорил как концепт достаточно прикольный но тоже очень есть такое понятие как дробление он весь раздроблен на какие-то сегменты и это смотрится как будто мы бумажку сжали вот так вот вот здесь рука более целостно смотрится кстати и бицепс достаточно блин длинновато конечно можно было вот здесь это закончить вот это плохо выглядит здесь есть одна проблема я сейчас расскажу когда вы начинаете изучать анатомию почему-то смотрите всегда на и корше но что надо смотреть и корше покажет как идут мышцы но человек это же не корше это прежде это мышцы сухожилия и жиры внутренние подкожные жиры ну то есть это такой достаточно интересный механизм а тут получается что если была такая задумка сделать как корше она плохая она неправильная еще вам скажу одну вещь мышцы от особенно вот такие вот они у нас вот он идет партняжный она достаточно прямо пройдет без всяких вот таких вот каких-то супер загнутости здесь она конечно загибается но вот тут такого нету она идет вот так и корше иногда очень сильно ну как это сказать портит работу потому что ты думаешь ойка там я вот добавил этих мышц я сейчас объясню добавил вот это вот мышцы потом думаешь так а как же настоящий человек как у него жирки блин а я же такую красивую мышцу нарисовал сейчас если начну это сглаживать это же не останется и такой заложником вот этих двух как бы форм оказываешься вот такой но это мама и такое как бы мнение далее но ключичность видная еще раз давайте на всем расскажу чтобы у нас есть грудины вот она здесь указана не крепится там ребра так и так и вот здесь ключичность и сцевидная грудинная мышца она так и называется 1 одним брюшком она крепится грудин другим ключицы и никуда она вот сюда вот этой вот своей набухшей она включится не крепится на груди не а вот здесь вот вторым своим тельцем она крепится ключицы вот то есть не делайте вот такого здесь есть груди на и есть жест как бы остальное рукоятка грудины мечевидный отросток и вещь да вот тут по дизайну кстати даже тут пытался повторить как они тут идут вот рука вот рука мне очень нравится вот эта часть мне очень нравится вот прям топчик остальное все наверное еще недоделанное по лицу усовщина опять-таки же мне дизайне нравится слепых персонажей слепышей не делаете или же вы их делаете знаете сейчас модно так как бы глаз и он нос спит да как бы то есть вы делаете что он спит ну так видели до персонажа что они закрыты или все-таки добавлять какой-то зрачок потому что персонаж получился слепышом не если это задумано что он без глаз ну там чернота но что-то как тому мне так кажется что-то должно быть эдаке да и с попой опять там крестец наш позвоночник и опять как это все крепится держите в голове что это ну как бы кешью ну знаете да такой орешек здесь так крепится сюда уходит вот сюда кстати под вот этот под вот эту мышцу из да а вот это провис такой получать потому что мне и жирочек пакетик так здесь кстати вот тут вот вот да опять таки же скажу здесь вот прям хорошо мне мне нравится еще раз то что я говорю хорошо это не значит что все вы всего в руке достигли на этом надо останавливаться то есть продолжайте дальше здесь наш хорошо здесь как будто не рога кто-то опять плат пластик помял вот это вот какая-то вмятина непонятно здесь тоже нормально по ключицы здесь такую большую круглую мышцу пытались показать лопатку пытались показать все как бы да ну как бы правильно нормально тут какие-то гусеницы все давайте с этим закончим потому что мы еще много мы можем так долго все делать что у меня слышно сейчас я тебя опять напишу пропадаешь у меня постоянно здесь диалог тоже недалеко вот девчонка девчонка да я ее кстати у меня сразу есть по ней я ее просмотрел успел до стрима я ее увидел полка а папа 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 в форме мне не очень нравятся большие башмаки она как будто на копыток стоит это это опять таки же вкусовщина если это было на концепте и вы попали в него то замечательно я вижу что это еще этап блокинг ну по волосам видно все сделано хорошо личико все очень милая если вы еще слепили сами замечательно ухо опять не доработан это пельмех этого уха борца нормугамедова они ломают и здесь не хватает там завитка противокозелка там но не там много чего не хватает но учтем то есть наверное сделаете лучше если же такая такая пропорция девушки то окей если это было на концепте то есть маленькая достаточно тельца и огромные просто ноги ну не огромные длинные если это на концепте то это хорошо то есть если вы в него попали этот замечать самого сама личико мне нравится очень хорошие прям кто лепит девочек если это еще мальчик слепил то хорошо если девочка мужики лепят всегда мужские лица девочки девчачьи они даже но это это прям заметно а не отдают девчачьи но есть такое мужикам мужикам очень тяжело рисовать женщин девушек вот здесь вот я не знаю что произошло вот видно смотрите один какой-то набухание здесь какое-то набухание здесь и все это как-то очень странно ломается нужно более поплавнее делать женщина это такое на более плавное такое вот здесь есть какие-то какие-то вмятины это видно на шейдере хорошо помда стандартный шейдер но на нем все очень видно хорошо вот как блокинг работа очень хорошие можно дотягивать дальше на конечно а и это видать будет опять в стилистике какой-нибудь fortnight если не в реализме складки опять получились вот такие то есть ну для такой стилизации они должны быть более поострее но тоже с этим не перебарщить то есть она может идти острая в сечении потом где-то успокаиваться то есть раз расходиться то есть но вот такое все основное смущает вот эти ноги это прям не не знаю в чем проблема вот это особенно место если так уточнять прям копыта копыта все остальное прям хорошо хорошо и на самом деле кто я такой чтобы давать фидбэки но это как-то странно вот в таком как бы контексте вот хочет все на благо народа так опять я потерял фигня вообще как это будет вообще время теряю теряю этот чат наш с тобой жалко что вот эта работа прислана в перспективе очень плохо да ребят на будущее на фидбэк пожалуйста перспективу отключаете товар ну это я просто сейчас я даже я просто жалко то да здесь вот прям он присаживается частая очень проблема здесь бедро входит в попу нет разделения понятно сейчас я нарисую красиво и вы должны запомнить смотрите у нас вот на этом персонаже на других если будет я наверно так не буду подробно говорить у нас есть человек он некий вот такой вот у него должен быть силуэт дальше здесь идет грудная клетка эта часть такая достаточно подвижная здесь идет потом таз здесь идет позвоночник лордоз кифоз лордоз этот большой вертел вот ножка еще ножка здесь по по силуэт в основном как бы можно предположить что здесь будет прямо здесь так как бы выпукла здесь как будто вот так с буква выпукла здесь прямо получается у нас такой нога такой получается доллар понятно да и тут папка ну а дальше там уже дорисоваться до чертика здесь такие же проблемы очень как-то вот ну бы не образный этот бицепс мышцы предплечье они не заканчиваются вот здесь они уходят дальше это система но звеньев это наверно все знают что они вот так вот у нас руки одна в другую мышца входит здесь как-то все разломано косых нету мышц здесь тоже неправильная форма абсолютно там нет этих приводящих мышцам ну как-то все все нужно более точно смотреть на какие-то более референсы даже если здесь видно что это стилизованный персонаж более более внимательнее отнестись личико мне нравится она хорошая такое прикольное какое-то тоже такое супер минская то есть на на нем все я таких не буду потому что можно тоже закопаться какие-то быстрые потому что нас особо времени нет уже дальше сейчас найду тебя опять что-то у нас три работы осталось да да я не знаю сколько ой-ой-ой-ой сейчас подожди убежали работы до космодесант да я вижу игорь если ты посмотришь места особенно где бицепс ходит в предплечье вот там пробьет любое его любая броня и к сожалению этот человек не может нормально ходить у него будут растопыренные ноги он будет ходить как а ну вот так вот то есть ну паховая зона она близко очень странно очень ходить будет и так быстро я по я просто лепил их и знаю в чем там проблему они превозмогают все удивляют боль да у них них причиндалы по разным ногам рассованы это проблема этих вот существ о так козла 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 головы 1 скульпция 1 скульпт я сейчас на нем не буду долго останавливаться потому что это первый скульпт надо вот эти скрыть да такие вот работы я хочу пожелать у меня наверное первые скульпты были такие же и я думал что это прям само совершенство но нет да я кстати оставляю их и просто смотрю на них прям прям как будто я лепил но очень давно но я их оставляю напоминанием себе ну то есть вот та шея нормально как бы все вот это непонятное что за мышца здесь нет ключицы нет абсолютно до который уходит там в акроме он здесь потом как-то слиплись они не слипаются и качки есть которые так могут напрячься очень сильно развитые грудные мышцы когда практически идет схождение но все равно там есть как бы вот такого не может быть что где-то вот там где-то человек попытался грудную грудину блин какую грудину грудную клетку показать здесь да нормально очень лицо плоская это такой манголоид получился этого надо избегать плоские лица которые вот сюда вот так убьют это мой сейчас это плохо то есть такие они плоские не должны быть и вот и здесь конечно это человек это мы называем это в трехмерном но у нас это в студии было названо что человек холодильник что если я вот здесь глаз нарисую немножко нос мы не поймем где у него перед а где зад это есть такие абсолютно это люди холодильники да у них то здесь глаз то здесь глаз не важно что нога суда иногда пятка также выдергивается у него а еще плоская рука вот здесь вот так вот с пальцами нет чего-то такой холодильник какой-то кстати персонаж получился прикольный да вот концепт я теперь концептер если что вы не называете меня концептер вот этому человеку пожелаю если любом возрасте продолжать смотреть уроки anatomics большому счастью есть корифеи наверно все все его смотрит скоты то на можете найти и смотреть как он объясняет на русском достаточно подробно что куда приходит это хороший кстати материал вот соответственно за него надо будет заплатить ничего бесплатно не бывает вот ногу там еще есть кто у нас рыжкин который объясняет хорошо у него есть бесплатный и без и бесплатные платные какие-то курсы них стоит обратить внимание вот то есть хорошо что это идет таким сплошным скульптом примерно как я лепил что главное продолжать вот так вот никому кстати какашек я не наговорил да ну ты прям очень да очень так я чувствую тонкую натуру людей художник может обидеть каждый есть так вот я сейчас еще отправляю тебя вот тут есть вот кстати две интересные работы и только последний особенно последний я против и вот на нее я вылью просто копий мэйдж я я объясню почему мне такое не нравится но нет сама работа сделана шикарно но почему мне не нравится так бабуля вы к сожалению там две картинки я сейчас посмотрю если есть три четверти это ну блин да нужна была одна ну ладно может быть здесь влезет она где-нибудь тогда мы сможем как-то не получилось копий мэйдж да я попробую оттащить не оттаскивается странно что не оттаскивается но тогда придется на одной лучше на другой другом на ракурсе на этом здесь и вообще не не попали в в пропорции они совсем другие нос орлиный это или ну как это инки я не знаю да здесь орлиный нос это прям прям видно вы прежде чем работать определитесь для себя нарисуйте сделайте анализ то есть есть переломы формы найдите их здесь расстояние большое у вас губы как после этой но пластики губ они такие подкачанные прикольные здесь вот так идет а это доминирует нижние то есть здесь она поменьше у вас прям крупная верхняя губа и здесь вот так вот нужно все проанализировать нужно посмотреть нужно рисовать не вот от этой формы а скорее всего от этого силуэт смотреть то что вот здесь вам вот эта информация рассказывает здесь она вас собьет с толку глаза даже здесь видно что они пошире здесь они маленькие наверное с другого ракурса может быть было бы видно да потом выход носа ищите эти опорные точки здесь есть . здесь есть . здесь нос вообще не такой далее вот это вот жир он очень странный здесь прям видно что вот такого нет вот этот очень тоже огромный выход видите да то есть ну вот это вот это расстояние но элька а здесь это песка нужно просто вот это какая-то вещь я понимаю скорее всего алипиа это вы еще смотрите на какую-то анатомическую книжку и при пытаетесь это повторить это хороший способ но здесь он не работает из-за недостатка опыта нужно сначала повторить силуэт а потом от него бежать не заполняйте пока вот этим всем внутренним главный силуэт можете даже рубленными кистями заборашек пожар повторить его но мой совет не подкладывать вот эту картинку в зад враж потому что это такое знаете такой лайфхак вы будете исправлять но не поймете в чем проблема да вот и вот эти места тоже бы рублено бы с ними работали бы вот так вот то есть работайте вот от этого силуэта нос да здесь крупнее и такой кавказоидный зону и такой есть такое просто определение и подглазничные какие-то жиры огромные здесь их просто нет я может быть сейчас другую какую-то картинку посмотрю в первую да там есть да 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 там есть такое но как-то это все странно да вот именно по профилю здесь я может быть как-то ошибаюсь потому что у меня есть другая картинка и странновато это все выглядит да и на первой картинке вот на такая вот здесь вот здесь прямо видно что определите для себя вот этот вот знак которым вы работаете 1 2 3 и а здесь смотрите уже пошла какая-то какая-то непонятное набухание здесь опять вылезло все общие формы они первичны остальное то что вы там наполняете это вторично вот мы вписали его в какой-то там бриллиант и вот эти расстояния смотрите от всего возьмите эту точку возьмите эту и они они разные потом вот это какое отношение от величины головы какая вот эта форма не думайте что вы потом добавите вот этих вот и все будет только замечательно сразу это лепить массивнее подбородок каких-то брилли и таких ужасных тут нет я просто не вижу ну возможно какой-то заказ потом губы лодочки это просто это бич вообще губы они намного здесь даже это видно они намного многогранны и лук то есть весь анализ нос не такой ну сами наши отверстия то есть но вот вот такие вот какие-то комментарии более внимательнее относиться к тому же чего вы лепите это прям для всех наверное такая хорошо спасибо вторую не забудь мне за скрыть да 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 сейчас 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 я проверяю всегда на вы обращаюсь к людям я кстати очень но не могу до сих пор привыкнуть что столько организации мы все тыкаем друг другу смысле смысле ну все на ты общаемся там большие маленькие ну как бы что что не сказал нет нет я говорю в организации в которой я работаю она это было неким таким ну нонсенсом да я несколько раз металл кому ты быкаешь так здесь работа прикольная но сразу я не ну вот опять вот то что мы говорили по груди на клещичность эсцерина здесь такое брюшко у нее отваливается здесь а вот здесь человек прям ништяк сделал хорошо даже кстати этот гортань прикольно тут это вот адамово яблоко прям хорошо здесь я я почему к этой работе так говорю что и уши кстати прикольно сделаны но с ушами и очень хороший есть такая по пластике смотрите это для всех может быть то есть вот 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 здесь вот козелок завиток а вот вот эта часть то есть посмотрите вот так вот ухо вот это выпирает да а вот это на оборот вот туда как бы иксом уходит в контур понимаете да то есть не вот это вот и раз ритм такой еще ухо то есть такой микки маус получился да а то есть раз и это вот так два понятно да то есть это такой очень момент прикольный который вот это вот вот эту часть надо вытаскивать а вот тут эту заглублять и тогда будет объем вот чем мне не нравится когда на скульптуре начинают рисовать то есть вы получаетесь вот этим вот макияжем вы убиваете скульптурность мы мы то ли думаем что там есть тень то ли нет тень брови такие же да это все придает характеру кстати чтобы сделать брутального мужика достаточно доставать небритость или делать бороду это всегда кстати все очень очень прям помогает вот и вот это место она достаточно какой-то плосковатый наверное у персонажа с которого вы лепите так и есть я на начальных этапах и вообще вот в своем орке почему я полипейнт я мог сейчас накрасить ему брови сделать такие как бы темные как будто он накрасился да на какой-нибудь шоу пришел и все было бы вообще замечательно но для скульптурности это не имеет никакого значения форма первична для меня для вас если это требовал заказчика вы за это получили денежки то вот это ништяк вот это кстати странная какая-то вещь он достаточно молод а здесь уже такая какая-то брылья вылезла ну что странноватая такая так мне очень нравится он из-за перспективных искажений я не могу понять насколько вот здесь расстояние может быть он может быть пошире надбровных дуг особо нет у мужчины они достаточно ярко выражены а здесь что то есть самого надбровного карниза тоже не хватает более мужественного нет вот этого височного гребня в котором должен быть переход от нашей лобной плиты лобных бугров не хватает скуловая кость достаточно нормально но вот здесь тоже можно было все по-брутальни как бы сделать работа нравится я просто даю какие-то советы которые могут улучшить мне не нравится полипейнт на таких начальных этапах это моя вкусовщина вы убиваете форму и форма она работа становится красивее но форма пропадает особенно вот эти подведенные глазки все такое миленькое такое оля какой-то такой нуар все прикольно но к форме это не имеет никакого отношения но все и на этом закончил ну смотри мою работу смотреть будешь или черт с ней ты сейчас хочешь чтобы посмотрел или можно этот раз просит ну давай посмотрим ну давай посмотрим тогда заглянем дискорд пожалуйста там где да я понял это головешка да головешка это спецкульт да ну это прикольно сейчас скинул мне молодого человека блин почему копии мэйдж и а ты можешь мне в этот во вконтакте скинуть можешь потому что ну вообще на самом деле нет сейчас подожди я попробую хитрым способом сделать это все да нет наверно получится да вот так смотри получил объясню что здесь сразу у тебя очень много вот этих вот форм да видишь такие набухлости и они прям какие-то странноватые то есть это какие-то ну они они по всему вот его как бы лицу и они очень сильно отвлекают прям очень очень сильно и хорошо бы еще бы немножко развернуть тогда было бы понятно вот здесь вот очень сильно вот это вот вот эта часть она очень большая она странная может быть где-то на концепции бы может быть так и есть что люди разные потом глаза лодочки это не очень хорошо есть где-то ну какой-то перепад так да может быть так где-то все равно если мы сейчас какое-то лицо откроем оно там должно быть есть точки за которые мы можем уцепиться да дальше вот этот вот слизник он крепится вот здесь вот к глазной орбите через сухожилие его показывать лучше всегда чтобы он хотя бы был у нас да ну как бы такая вот вещь так вот это непонятная вот это вот вещь маленькая такого но очень странно здесь мышца гордеца есть да она такая вот а вот то вот это такое я не могу понять какая-то возможно отсебятина далее далее с брылья если брылья то возможно она не будет вот так разбиваться потому что она все-таки этими связками она может вывалиться вот так здесь будет наша нижняя челюсть ее объем здесь обязательно есть вмятина потому что здесь есть истинная связка здесь не провисают у людей никогда то есть мы можем вот так как шарпей обвиснуть но здесь не будет провисать тебя примерно там есть но ее можно подтянуть губы невнятные но возможно стариковские такие есть снизу бы хорошо было посмотреть вот с такого ракурса до чтобы понять какой вот здесь объем понятно то есть вот это скуловая вот здесь что-то не под вот эта зона она непонятная какой-то невнятный переход там или дополнять вот эту вот нашу носогубный вот этот вот такой же рог ну вот здесь он более что-то понятней потом сама скула она не имеет такой формы но на настоящих людях я сейчас просто конструкцию нарисую примерно в глаза уходит там надбровные дуги кстати ну более-менее они но они по по структуре они имеют если по перелому формы они вот такие вот и вот здесь вот примерно у них будет вот эта лобная плита с нашей вот этой височной линии которая будет вот так так и тут вот тоже форма которая будет здесь кстати могут быть лобные бугры если вы научитесь отслеживать они практически но они на всех есть фотографиях мужиков у женщин они есть и они прям задают очень хорошо этот тон здесь тоже наша скула можно побольше да ушко кстати нормально такое относительно нормально хорошо что она такой объемная фактурная хорошо проработана вот эти жиры здесь у нас все-таки если вы видели то глаза у нас сама глазная орбита она блин да что такое со мной она вот имеет вот такой как будто очки у нас да соответственно здесь есть жировые пакеты и здесь иногда при старости он сползает там сюда может быть комочком здесь можно немножко просто опустить вот эти то получилось как будто у нас глаза не имеют вот такую форму а они вот такие вот у да то есть но такое замечание очень и сейчас очень быстро наверное ушла в в такие знаешь в средние формы до добавляешь какие-то вот эти вот шарики хотя общую форму еще надо подтягивать понимаешь да то есть но вот какие-то вот основные какие-то параметры то есть можно подтянуть ну вот такие основные как бы глазка хорошая глазка я прям супер то что там тун шейдер да скорее всего с глазами немножко сложно мне с ними помогали ну как я украла эти глаза из другого не ладно это я говорю что это прикольно когда но я и делаю но учили делать такие глаза сразу после этого я сказала человеку что я украла глаза я была честно да да ну очень 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 прикольно мне нравится но все равно да если ты будешь дальше прям топить за эту тему портретную то хорошее очень начало база вот так я на никого не обидел все давай я тебя отошлю тоже спасибо да отошли замечательно ну что ребята блин что то мы так долго сегодня ой кошмар сегодня долго но это было хорошо ух блин это хорошо вот я на самом деле ребята 4 часа прилетели незаметно вот я считаю что у нас получился отличный стрим жаль что пора прощаться к сожалению мы доделали нашу работу и дали фидбэк я надеюсь что ребята им тоже понравилось все было супер ну что дим в в качестве прощания такого дай какой-нибудь прощание вы чё блин я чё умирать собрался не настолько старый ну хорошо в качестве завершения нашего стрима напутствие всем дай пожалуйста напутствие по нашей традиции да будьте будьте позитивнее чем я все у вас будет хорошо да и не бросайте если уже заняли чем чем-то заниматься но начали то продолжайте я думаю все все получится обрастете знакомыми обратите опытом знаниями все будет хорошо полностью подписываюсь игорь скажешь что нибудь я уже раз четвертый могу одно и то же сказать ну давай раз уж ты с нами ну в общем как всегда скажу что надо делать то что вам нравится а то что не нравится делать не надо да и если что-то выбрали что нравится делать это как следует да вам вас ждет успех спасибо игорь ну что ребята я вам хочу сказать нормально делайте нормально будет главное делайте и все придет спасибо еще раз всем за все было здорово вот орка выложим ну что всем пока ребята подождите я тоже вас поблагодарю что-то как-то какое-то свинство получается я благодарен вам что меня пригласили благодарен кто смотрел ну вообще спасибо что вы вообще существуете такой как бы даете такой шанс показать себя посмотреть на других вот ну спасибо всем с ней еще раз тебе спасибо ну что теперь точно всем пока ребята хороших продуктивных воскресенья и выходных рады были пока 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 всем пока я отключаюсь у нас с этой машины но